ехали в чужом, разговаривая и распивая молочное вино. Но сейчас он не мог позволить себе подобного. Впрочем, как и брат Уэльса. Сейчас они оба внимательно следили за прерией, ведь, если их небольшой караван наткнется на степных волков, все может закончиться весьма печально. А в это время глава клана Будда вместе с Лаурой, сидя в гостиной на Золотом острове, занимались решением некоторых вопросов клана Марки. Сейчас на Золотом острове довольно много торговцев, ведь хотя Империя Розы и блокирует Империю Аксу, не следует забывать еще о трех близлежащих странах. К тому же на Золотой остров приплывают торговать пираты и привозят просто невероятно дешевые товары. Поэтому многие торговцы сейчас пытаются попасть в свободный порт. Хотя сейчас делами клана Марки заведовал Кун. Старик сказал, что явно не сможет делать это всегда. Поэтому Джао и Лауре тоже было чем заняться. Мендес же тем временем следовал за Буфоном. Стоит отметить, исполинский бык не так уж часто покидал земли своей расы и уж точно никогда не забредал на территорию волков. Впрочем, у последних никогда не было много друзей. Уж слишком неоднозначными были волки, поэтому остальные зверолюди предпочитали держаться от них как можно дальше. У Джао же не было никаких предубеждений по отношению к волкам. Он считал, что те делали все, чтобы выжить, а по сравнению с некоторыми злыми человеческими расами, их даже можно было бы назвать добрыми и пушистыми. Как вдруг где-то раздался волчий вой, услышав его Буфон замер, а затем его лицо стремительно изменилось и он произнес всем остановиться и быть насторожи. Когда Джао услышал это, то мгновенно появился на голове у чужого и стал смотреть по сторонам, пытаясь понять откуда же пришел волчий вой. Буфон очень хорошо знал насколько горды волки и поэтому приказал остановиться. В противном же случае, если бы они проигнорировали сигнал, на них бы попросту напали бы. И через некоторое время все смогли увидеть группу всадников, что стремительно приближалось к ним. Ехали они на гигантских волках, да и сами кавалеристы были довольно высокими, около 2-5 им. Сегодня Джао впервые увидел племя волков. Волчьи головы всадников выглядели куда более резкими, чем у расы собак. А их желтые, фактически светящиеся глаза могли напугать даже самого смелого воина. Всадники были одеты в вещи, пошитые из шкур магических животных. Также стоит отметить, что при их довольно высоком росте волки казались невероятно худыми. На их телах не было ни грамма жира, лишь крепкие и стальные мышцы. Кавалеристы приближались невероятно тихо, но тот импульс, с которым они двигались, поражал до глубины души. Всадники остановились в 5 метрах от каравана Джао. А затем, самый высокий из кавалеристов спрыгнув со своего волка подошел поближе и громко прокричал, Буффон, зачем ты вошел в наши земли? Да и к тому же привел с собой исполинских быков и людей? Буффон взглянул на волков и слегка улыбнулся. Так значит это вы, ваше королевское высочество? Неужели вы лично отправились патрулировать? Но волку, похоже, не понравился ответ Буффона. Его глаза слегка расширились и он произнес. Буффон, ты так и не сказал, почему пришел в наши земли? Буффон же снова слегка улыбнулся и ответил, ваше королевское высочество, мы просто проходим мимо, у нас возникли некоторые дела с медведями. Волк посмотрел на исполинских быков, а затем на Джао. После чего сказал, тогда зачем ты ведешь туда быков и людей? Что вы хотите сделать? Он говорил довольно прямо, но, по-видимому, Буффон хорошо знал его характер и поэтому, улыбнувшись, сказал, вообще-то, ничего такого. Я слышал, что у медведей возникли трудности с провизией, поэтому веду к ним крупного торговца едой, чтобы устранить эту проблему. Кстати, это Джао, он принц исполинских быков и щедрый торговец с огромным запасом провизии. Волк, выслушав Буффона, посмотрел на Джао и сказал, значит, у тебя в руках много еды? В ответ глава клана Будда кивнул и произнес, да. Из разговора волка и Буффона Джао понял, что первый ведет себя подобным образом не потому, что чем-то недоволен, просто он не умеет правильно разговаривать с другими. Похоже, волки еще более практичны и прямолинейны, чем все остальные обитатели прерий. Волк же тем временем, указав на чужого, спросил, твои товары, вот в этом? Глава клана Будда улыбнулся и ответил, нет, они в пространственном хранилище. В глазах волка мелькнул огонек и он сказал, если цена на твои продукты не слишком высока, мое племя тоже хотело бы их приобрести, это. Не зная, как правильно ответить, Джао бросил мимолетный взгляд на Мендеса и Буффона, те же в свою очередь кивнули. Они хорошо понимали, что с волками лучше не ссориться, так как в прериях эта раса считается самой мстительной. Поэтому Джао, обращаясь к волку, ответил, хорошо, ведите. После этих слов караван последовал вглубь прерий, вслед за волками. Однако глава клана Будда не стал возвращаться в чужого. Вместо этого он присел на голову крокодила и спросил у Буффона, большой брат, кто этот волк. Буффон улыбнулся и сказал, его зовут Ганс, он семь принт степных волков и эксперт семь уровня, хотя еще просто невероятно молод. Пожалуй, он первый из степных волков, кто стал настолько силен за столь короткий срок. На что Джао ответил, он кажется весьма холодным и бессердечным. На что Буффон, улыбнувшись, ответил, это только кажется, на самом деле он довольно неплохой парень. Но даже не думай говорить плохо о степных волках в его присутствии. Джао кивнул, кажется, что волк по имени Ганс был почти таким, как он думал. Он, похоже, действительно просто не знал, как ладить с другими. Всадники племени волков, кажется, абсолютно не боялись, что Джао сбежит или сделает что-то подобное. Они просто следовали вперед. Впрочем, глава клана Будай не собирался этого делать. Примерно где-то через 3-4 часа, Джао наконец мог увидеть смутные очертания лагеря. Похоже, он был довольно большим, но почему-то многие палатки оказались соединены вместе. Ганс не стал останавливаться и отправился прямо в центр лагеря. Сама стоянка волков была очень похожа на лагеря собак и быков. С одной лишь разницей, здесь жили волки. И хотя волки весьма похожи на собак, все же оказавшись в их лагере, сразу же видишь все различия. Ведь хотя волки не проявляли никакой враждебности по отношению к Джао, их холодные взгляды пробирали до глубины души. Также во взглядах также можно было прочитать удивление. Ведь, что ни говори, они каждый день в их лагерь приходит человек в сопровождении мастифов и исполинских быков. Естественно волки хорошо знали племена мастифов и исполинских быков, так как они оба являлись правящими в своих расах. И естественно никто не хотел бы их обидеть. А вот люди в этих местах действительно редкость. Ибо стоит торговцу хоть чуть-чуть обидеть волка, и его убивали. Так что никто не горел желанием сотрудничать с этим племенем. В этом лагере также стояла огромная золотая палатка, возле которой они и остановились. После чего Ганс вошел в нее, но уже через мгновение вышел и посмотрев на Джао, а также Буфона и Мендеса, сказал. Отец пригласил вас всех войти. После этих слов все трое кивнули и пошли вслед за Гансом. Интерьер палатки оказался намного проще, чем у вождя мастифов или Уэльса. Пол был покрыт шкурами, посредине вырыта яма для костра, а из мебели всего один стол и кресло. После того, как Ганс вошел в палатку, он встал рядом со старым волком, очень похожим на него. Только еще более худым и с морщинами на всем лице. Правда они не уродовали его, а придавали особый шарм. Трое мужчин быстро приветствовали старого волка и сказали, рады видеть вас, ваше величество. Старик посмотрел на вошедших, а затем спросил, «Ах, так это ты Буфон? Ну, как там твой отец? Все хорошо?» На что Буфон быстро ответил, «К счастью, все хорошо». Старый волк кивнул и повернулся к Мендессу, чтобы сказать, «Ты из племени исполинских быков? Насколько я слышал, вам ведь в прошлом году довольно сильно досталось?» На что Мендесс ответил, «Племя боевых быков объединилось с Церковью Света, чтобы полностью уничтожить нас, но мы выстояли». Когда Мендесс произнес эти слова, Старый волк снова спросил, «Насколько я слышал, ваш вождь был убит? Поэтому, скажи, кто сейчас управляет племенем и расой быков?» Мендесс же быстро ответил, «Мой брат Уэльс». Глава 513. Флаг дружбы собак. Старый волк кивнул и сказал, «Твой брат действительно весьма талантлив, но то, что вам удалось победить столь могущественный союз и в самом деле просто невероятно. Как вам это удалось?» Мендесс слегка улыбнулся и ответил, «Все благодаря помощи племени мастифов и нашего принца. Без нее мы бы никогда не одолели боевых быков». Услышав это, Старый волк повернулся и посмотрел на главу клана Будда. «Значит, твое имя Джао? И ты принц из полинских быков?» Джао почувствовал давление со стороны старика, но не стал волноваться. По сравнению с давлением со стороны экспертов 9 уровня, подобный просто пустяк. Так что он просто слегка улыбнулся и произнес, «Да, я Джао Будда». Когда Старый волк смотрел на Буфона и Мендесса, те испугались, ну, а Джао никак не отреагировал, так что старик не мог не продолжить смотреть на главу клана Будда. Старый волк еще некоторое время смотрел на Джао, а затем сказал, «Мда, человек становится принцем племени зверолюдей, это действительно весьма необычно». Джао же слегка улыбнулся и сказал, «Ваше величество, я лишь слегка помог и поддержал племя исполинских быков в трудную минуту. И за это брат Уэльс сделал меня своим кровавым братом и принцем исполинских быков». Вот только Старый волк, услышав ответ Джао, внезапно улыбнулся и сказал, «Молодой человек, не стоит лгать, зверолюди никогда бы не сделали своим принцем человека в обычных обстоятельствах. Должно быть, тебе действительно удалось помочь исполинским быкам, когда те уже находились на грани уничтожения. Но не будем об этом. Скажи, у тебя действительно очень много еды и ты готов ее продать?» На что Джао с улыбкой ответил, «У меня в руках действительно довольно много продуктов, но они весьма особенные. Это не обычный бамбуковый рис, а особые хлебные плоды». Услышав это, Старый волк глубоким голосом сказал, «Хорошо, давайте посмотрим». После этих слов Джао достал плод хлебного дерева и рассказал о нем старику. Король племени волков лично попробовал хлебный фрукт, а затем обратился к Джао. «Как насчет цены?» Джао слегка улыбнулся. Одна четвертая от цены, что другие торговцы просят за бамбуковый рис. Старый волк застыл и посмотрел прямо на Джао. «Ты же не шутишь?» Четверть цены бамбукового риса, на что глава клана Будда ответил, «Я бы не осмелился шутить подобным. Вы можете не сомневаться, я назвал правильную цену». Услышав это, Старый волк посмотрел на Джао и сказал, «Если это действительно правда, то сколько таких фруктов у вас есть?» Джао, посмотрев на старика, улыбнулся, а затем сказал, «Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос. Так что просто скажите, сколько вам нужно». Естественно, услышав подобное, Король Степных волков решил, что Джао смотрит на него свысока, и поэтому, разозлившись, сказал, «100 миллионов Джи 05 КГ». Джао же, слегка улыбнувшись, ответил, «Никаких проблем. Просто приготовьте место, и я доставлю их вам при помощи моего пространственного хранилища». Старый король посмотрел на Джао, но хорошо понимал, что хотя сами плоды относительно небольшие, если их разрезать, то количество мякоти в них увеличивается многократно. Так что они действительно весьма полезны. Но сотня миллионов Джи, это же просто невероятно много. Так сможет ли Джао и в самом деле доставить их в любое время?» Старый волк застыл и посмотрел прямо на Джао, «Ты же не шутишь?» Джао же слегка улыбнулся и ответил, «Я бы не посмел шутить подобным образом. Это действительно так, хлебные плоды выращиваются на моих землях и их урожайность просто невероятно высока. Поэтому для меня подобное количество это не так уж много. Если хотите, то можете купить еще больше. Даже миллиард Джи не проблема, однако в этом случае, я могу дать вам 400 миллионов Джи прямо сейчас и оставшиеся 600 миллионов Джи через пять дней. Мое пространственное хранилище просто огромно, поэтому никаких проблем с доставкой не будет». Старый волк посмотрел на Джао и вдруг рассмеялся, а затем сказал, «Ну, тогда, как ты и сказал, я хочу миллиард Джи. Цена нас тоже устраивает, вот только сейчас у меня нет большого количества аргали, поэтому как насчет заплатить золотом и серебром за часть товара?» Джао улыбнулся и ответил, «Хорошо, пусть будет так, но у меня есть просьба. Я собираю различных редких магических животных по всему континенту арг, поэтому, если у вас есть такие, я с удовольствием поменяю их на продукты и даже сделаю существенную скидку». Старый волк уставился на Джао, что значит «особые магические животные». Услышав это, глава клана Будда сразу же понял, о чем думает старик. Ранее люди пытались заполучить особых магических животных зверолюдей, чтобы найти способ справиться с обитателями прерий, поэтому подобные вопросы всегда вызывали настороженность. Поэтому Джао с улыбкой ответил, «любые уникальные магические животные, что обитают на вашей территории, а также растения». Король степных волков посмотрел на Джао и сказал, «Чтобы подготовить все это, необходимо время, но я могу предоплатой дать вам немного денег, некоторые шерстяные одеяла и ковры, а также аргали, как тебе подобно предложение». Джао кивнул и сказал, «Ничего страшного, я оставлю вам 300 миллионов джи хлебных плодов в качестве предоплаты, затем отправлюсь проверить, как там дела у медведей, а после доставлю вам остальную часть». Услышав это, старик улыбнулся и сказал, «Молодой человек, пожалуй, в прериях вы не найдете племя, что откажется брать хлебные фрукты за столь низкую цену, так что медведи будут полными дураками, если поступит иначе. Хорошо, тогда 300 миллионов джи сейчас, а остальные через пять дней вместе. Как только они будут доставлены, мы сразу же за них расплатимся». Джао улыбнулся, а затем сказал, «Хорошо, Ваше Величество, можете не волноваться, продукты доставят в ваш лагерь уже через пять дней». Старый волк кивнул, а затем обратился к Гансу, «Ганс, сообщи всем, что сегодня я пригласил Джао и Буфона выпить вместе с нами». Ганс кивнул, а затем вышел из палатки. Джао же, естественно, поблагодарил старого короля за столь радужное приветствие. Этот день Джао провел в лагере волков, а на следующий снова отправился в путь. Правда, на этот раз его сопровождали еще и степные волки. Но самого главу клана Будда сейчас это совершенно не волновало. В данный момент он, сидя в пространственной вилле, подсчитывал сколько же у него хлебных фруктов. И, по правде говоря, их количество оказалось действительно огромно, примерно несколько миллиард Джи. Поэтому никаких проблем с доставкой провизии волкам явно не возникнет. Но тем не менее за один раз лучше не вынимать слишком много. Иначе он попросту может напугать волков или вызвать у них весьма неприятные подозрения. А тем временем, так как им не приходилось обходить волков, через два дня караван Джао достиг территории медведей. Естественно, после этого степные волков вернулись обратно в свои земли. Ведь, хотя их отношения с медведями все еще были довольно хорошими, но они уж слишком неуверенно себя чувствовали, находясь рядом со столь могучими зверолюдьми. Попрощавшись с Гансом, Джао наконец вошел на территорию медведей. А именно, племени черных медведей. Правда, как уже упоминалось ранее, они не являлись правящим племенем своей расы. Но, даже если черные медведи и уступали в силе и мощи полярным, они все еще являлись невероятно могущественным и опасным племенем. Изначально можно было бы предположить, что, обладая столь огромной силой, они будут вести себя крайне жестоко с остальными. Однако это не так. Черные медведи были очень добрым и отзывчивым народом. В последний раз, когда люди обманули черных медведей, это вызвало недовольство у всех зверолюдей. Как и тот факт, что люди каждый раз продавали им продукты по значительно завышенным ценам. Вероятно, люди заметили это и фактически искусственно вызвали эту нехватку продовольствия. Конечно же, Джао пока ничего из этого не знал. Он просто чувствовал, что нехватка еды на этот раз, по-видимому, кем-то контролировалась. Но это могла быть и не Церковь Света. На землях медведей Буффон, очевидно, расслабился и ехал вместе с Джао и Мендессом в Чужом. Естественно, Джао не стал возражать, он вытащил легкое вино и достал часть пищи, приготовленной в Империи Розы. Сейчас с этим не было никаких проблем, ведь на Золотом острове появились некоторые компании, что специализировались на продаже подобных закусок. Поэтому глава клана Будда время от времени просил Блакхеда и Рокхеда отправить людей за новыми деликатесами, чтобы обновить свои запасы. Как только несколько человек выпили по первой чаше, Джао сказал, брат Буффон, ты говоришь, что медведи не будут такими опасными, как племя волков, верно? В глазах Джао волки действительно выглядели весьма угрожающими. Их свирепые желтые глаза сверкали, а выражение на лицах практически никогда не менялось. Именно поэтому Джао чувствовал, что они словно готовы убить его в любой момент. Буффон улыбнулся и ответил, можешь быть уверен, медведи очень гостеприимны, они простые и честные. Они всегда помогут вам и даже поделятся своей последней едой, но только если считают вас своим другом. В противном же случае, вас очень близко познакомят с медведицей, огромной булавой, что является одним из самых мощных оружий расы зверолюдей. Джао же слегка улыбнулся, я действительно не ожидал, что медведи окажутся вот такими. Но не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы. Ах, да, шестой брат, почему ты не сказал королю волков, что нехватка продовольствия может быть связан с церковью света, и не заручился их поддержкой? На что Мендес с улыбкой ответил, многие зверолюди опасаются волков, поэтому их поддержкой следует заручаться в последнюю очередь. К тому же, мы не можем торопиться, нам следует внимательно выбирать союзников. Джао кивнул, так ничего и не сказав. Его понимание зверолюдей значительно уступало Мендесу, так что он предпочел просто довериться исполинскому быку. Буфон также улыбнулся и сказал, это не имеет значения, у нас есть черные медведи, которые действительно могут помочь. Что же касается волков, то они уж слишком недоверчивы. Ты дал им целый миллиард джи хлебных плодов, а они даже не предложили тебе взять их торговый военный флаг. В ответ же Джао, улыбнувшись, спросил, большой брат, ведь вы также не дали мне торговый военный флаг мастифов, неужели у вас его попросту нет? На что Буфон ответил, отец хотел это сделать, но побоялся оппозиции, однако после нескольких сделок он планирует вручить тебе флаг дружбы расы собак. Джао посмотрел на Буфона, а затем осторожно спросил, большой брат Буфон, а ты уверен, что не ошибся? Может не флаг дружбы расы собак, а флаг дружбы племени мастифов? Джао уже довольно давно общался со зверолюдьми и понимал, насколько сильно могут отличаться их флаги, даже если для него они выглядели абсолютно одинаково. Флаг дружбы племени мастифов представлял только это племя, но флаг дружбы расы собак представлял все племена этой расы. Естественно вождь правящего племени не имел права единолично решать, кому его стоит отдавать. Для подобного решения ему нужна была поддержка 60% всех вождей собак, но это значит, что преимущества, которые дает подобный флаг, просто невероятны. Флаги дружбы пузатеньких свиней и флаг дружбы рогатых яростных быков, которые Джао получил ранее, представляли только эти два племени, в то время как флаг дружбы расы собак представляет все племена этой расы. А это значит, тот кто обидит Джао, поссорите со всеми собаками. Естественно Буфон хорошо понимал, почему Джао решил уточнить, но ответил следующее. Естественно это флаг дружбы с расой собак, иначе почему бы еще в нашем лагере собралось так много вождей других племен, как только вы зашли на наши земли, отец сразу уже пригласил их. Намереваясь представить тебя в самом лучшем свете, но с этой задачей ты вполне справился и самостоятельно. Естественно после этих слов настроение Джао значительно улучшилось. А Мендес, посмотрев на него, улыбнулся и сказал, ох, младший Джао, тебе действительно повезло. Знаешь, почему наши отношения с собаками так хороши? Просто мы бережем их флаг дружбы, как самое ценное сокровище. Тебе же с таким флагом теперь можно свободно путешествовать по всей прерии. Глава 514. Черные медведи. Джао рассмеялся и сказал, это очень хорошо. Теперь то уж мы посмотрим, осмелится ли кто-то спровоцировать меня. Если бы речь шла о землях людей, глава клана Будда мог бы просто им сказать, не лезьте в мои дела. Но при проходе через земли зверолюдей, говорить подобное опасно. Ведь они могут решить, что вы смотрите на них свысока. Но с флагом дружбы собак Джао уже мог и не общаться с каждым встретившимся на его пути племенем. Буффон же рассмеялся и сказал, боюсь, тебе не стоит так гордиться. Ведь хотя мы считаемся военным племенем, давай смотреть на ситуацию трезво. Если ты не будешь вежлив с действительно крупным военным племенем, то никакой флаг тебе не поможет. Хотя, если ты продашь им своей еды, то может получишь и их флаг дружбы. В ответ Джао произнес, давай пока не будем забегать наперед, сейчас нам нужно помочь племени черных медведей. Они долгие годы являлись хорошими друзьями собак и, к тому же, не так давно уже пережили одну трагедию. Поэтому мы просто обязаны им помочь. Буффон улыбнулся и сказал, это точно, черные медведи действительно очень хорошие друзья. И если ты на самом деле подружишься с ними, то позже они, безусловно, сделают все возможные, чтобы помочь тебе. Джао кивнул головой. Благодаря Буффону у него было определенное понимание черных медведей. И если все действительно так, то оно и в самом деле будет того стоить. Джао, Буффон и Мендес, сидя в чужом, отлично проводили время и даже не пытались выходить наружу. Особенно это касалось зверолюдей, ведь глава клана Будда угощал их различными закусками, и они были готовы пить и есть все время. Но уже к вечеру они встретили небольшое племя медведей, что насчитывало около 300 членов. Эти зверолюди являлись близкими родственниками черных медведей и мало чем от них отличались. Стоит признать, встретившиеся им зверолюди действительно отличались невероятной гостеприимностью. Увидев Буффона, они сразу же помогли поставить ему и его подчиненным палатки, а затем забили нескольких аргали. Джао не стал их останавливать, ведь медведи могли посчитать, что он брезгует их гостеприимством. Однако для себя глава клана Будда решил, что уходя, оставит им в подарок определенный запас провизии. Самому Джао не нужно было ставить палатку, так как он говорил, что спит прямо в чужом. Хотя на самом деле каждый раз просто возвращался в пространственную виллу, хотя медведи выглядят довольно крупными, это был не жир, как в случае со свиньями, а мышцы. Можно сказать, по этому параметру они ничем не уступали исполинским быкам, однако Джао мог видеть, что их дни были не такими уж хорошими. Ведь 300 медведей просто не могло содержать большого стада аргали, а сейчас, чтобы развлечь главу клана Будда и всех, кто его сопровождал, им пришлось забить довольно во много магических животных. Честно говоря, сердце Джао не было каменным, поэтому ему действительно нравились эти милые и добрые обитатели прерий. Однако сейчас по вине людей они скорее всего будут вынуждены голодать. Но если подумать, то возникает много вопросов, зачем люди поступают подобным образом. Неужели они не понимают, что зверолюди не станут голодать до смерти, а предпочтут пасть на поле боя? Чего же тогда добиваются люди провоцируя обитателей прерий атаковать? Весь день глава клана Будда провел в лагере маленького племени, а на следующий день, перед тем, как уйти, оставил им 50 тысяч джи хлебных плодов, взяв за них всего лишь нескольких аргали. Безусловно подобный обмен был не выгоден для Джао, но тем не менее он чувствовал, что поступил абсолютно правильно. Расставшись с маленьким племенем, караван главы клана Будда отправился дальше, правда на своем пути они так и не встретили другие племена. И вот через 4 дня Джао наконец мог увидеть главный лагерь черных медведей, в это же время из лагеря в их сторону вылетел отряд кавалеристов. Зверолюди ехали верхом на огромных черных медведях, их длина составляла около 4 метров, а высота более 3. Стоит признать, эти магические животные выглядели просто потрясающе. Когда всадники медведей приблизились к каравану Джао, то остановились недалеко от него. А затем один из них, спрыгнув со своего медведя, подошел поближе, после чего, заметив Буфона, улыбнулся и сказал «Ах, так это ты брат Буфон, что же, тогда давай отправимся в лагерь. О, с тобой братья исполинские быки, хорошо, добро пожаловать, Грим, и здесь же с вами человек». Когда Джао услышал эти слова, то понял следующее. Когда медведь увидел Буфона, то даже не задумываясь пригласил того в лагерь. Затем вежливо поприветствовал Мендеса, а вот когда он обращался к нему, в словах медведя чувствовалась настороженность и враждебность. А тем временем Буфон спрыгнул со своего маунта, обнял медведя и сказал «Лебен, ты почему сидишь в лагере? Неужели снова совсем обленился?» Лебен усмехнулся и ответил «Эх, брат, ты не знаешь, но у племени сейчас очень мало продуктов, и поэтому мы вынуждены использовать их крайне экономно. Так что о том, чтобы покинуть лагерь, взяв с собой часть припасов, не может быть речи». Буфон действительно не хотел думать, что черные медведи на самом деле могли оказаться в столь сложной ситуации, но сейчас он своими ушами и услышал, что у них осталось очень мало еды. Однако Буфон похлопал Лебена по плечу и сказал «Это не имеет значения, очень скоро все это закончится, вот смотри, это принц исполинских быков и человеческий торговец, у которого в руках полно еды». Лебен посмотрел на Джа и усмехнулся «Неужели человек как-то смог стать принцем исполинских быков? Хотя какая разница? Лучше скажи, у него действительно так много еды?» Буфон улыбнулся и сказал «Конечно же это правда, но давай поговорим об этом в лагере». После этих слов Лебен кивнул, затем вскочил на своего медведя и они отправились прямо к золотой палатке вождя. Оказавшись возле нее, медведь вошел внутрь, в то время как Джа и Буфон остались стоять снаружи. А когда Лебен вышел, то, посмотрев на Триа, повернулся к Буфону и сказал «Буфон, патриарх приглашает вас зайти». Эти слова были адресованы исключительно Буфону, поэтому Джа с Мендессом не последовали за ним. Но через довольно долгий промежуток времени Лебен вышел снова и сказал «Джа, Мендесс, вождь приглашает вас войти». Услышав это, они оба кивнули и вошли в палатку. Оказавшись внутри, глава клана Будда увидел целых двадцать черных медведей и Буфона, что сидел недалеко от них. Прямо напротив входа в палатку сидел довольно большой черный медведь и весьма колко смотрел на вошедших. Пожалуй, это и был вождь племени. К тому же именно он спросил «Ты принц исполинских быков Мендесс?» В ответ же тот произнес «Да, вождь». Медведь кивнул, а затем сказал «То, что ваше племя сумело дать отпор церкви света, достойно уважения». Мендесс поклонился, а вождь черных медведей повернул голову и посмотрел на главу клана Будда. «Значит ты торговец и принц исполинских быков Джаа». Джаа улыбнулся и сказал «Да, это так». Вождь черных медведей посмотрел на Джаа и сказал «Раз тебе удалось стать принцем исполинских быков, значит ты действительно очень сильно им помог. Поэтому не похоже, что ты плохой человек». К тому же, Буфон сказал, что у тебя много еды, это правда. Джаа кивнул и сказал «Да, у меня действительно очень много еды на руках». Вот такой. После этих слов глава клана Будда достал хлебные фрукты и предложил черным медведям попробовать их на вкус. После того, как вождь черных медведей попробовал плод, он кивнул и сказал «Да, вкус довольно неплох, но черным медведям необходимо действительно очень много еды. Так что сколько у тебя таких?» Услышав это, Джаа с улыбкой ответил «Их много, довольно много. Эти плоды растут только на моих землях и больше нигде. Изначально я собирался торговать, как и все, обычным бамбуковым рисом. Но узнав, что в прерии нехватка продовольствия, решил использовать их. Мастифы – друзья исполинских быков, и естественно, мы помогли им. А черные медведи – друзья мастифов. Конечно же друзья моих друзей, также и мои друзья, и разумеется я с радостью пришел помочь вам». Вождь кивнул и сказал «Хорошо, тогда давай все». Услышав это, Джаа не знал смеяться ему или плакать, почему-то вождь черных медведей решил, что сможет позволить себе купить все хлебные фрукты. Поэтому Джаа быстро сказал «Вождь, будет лучше, если вы назовете конкретную цифру. У меня их действительно много. Вот только, если хранить плоды слишком долго, то они могут лопнуть сами по себе. Так что лучше, не стоит покупать намного больше, чем вам нужно. Безусловно хлебные фрукты на такое не способны». Джаа просто придумал эту отговорку, чтобы не говорить медведям, что у них попросту не хватит средств приобрести абсолютно все хлебные фрукты. Скажи он подобное и глава клана Будда уже никогда бы не смог с ними подружиться. Глава 515. Умные черные медведи. Когда вождь племени черного медведя услышал слова Джаа, то сказал «Хэм, даже так, тогда цена твоих хлебных фруктов?» Глава клана Будда улыбнулся и произнес 1 четвертая от стоимости бамбукового риса. Естественно, он имел в виду цену бамбукового риса в прериях, а не в человеческих землях, где он стоит просто невероятно дешево. Естественно, услышав подобное, вождь медведей опешил, а затем посмотрел на Джаа и сказал «Ты уверен, что цена именно такая». Джаа кивнул, сказав «Все верно, именно по такой цене я заключил сделку со степными волками». Вспомнив об этом, глава клана Будда подумал, что вскоре должен будет отправить оставшиеся 700 миллионов джи хлебных фруктов. Вот только, услышав это, вождь черный медведей долго смотрел на Джаа, а затем сказа «Джаа, пожалуйста, иди отдыхать первым, а нам нужно весьма серьезно обсудить этот вопрос». Глава клана Будда кивнул и вышел наружу вместе с Лебеном, в то время как Мендес остался в палатке. Естественно, Джаа не стал страдать излишней вежливостью и когда оказался вместе с девушками в подготовленной для него палатке, просто призвал пространственный экран. Вождь черных медведей тоже не стал вести себе слишком вежливо. Как только глава клана Будда ушел, он начал расспрашивать Мендеса, какой Эль стал вождем и какую роль в этой истории сыграл Джаа. Исполинский бык тоже не стал ничего скрывать и рассказал все присутствующим, каким образом им удалось победить Церковь Света и боевых быков. Черные медведи действительно были очень прямолинейными, но ведь не глупыми. И поэтому они сразу же поняли насколько огромную роль в спасении племени исполинских быков сыграл Джаа, так что же удивительного в том, что он стал принцем этого племени. Подождав пока Мендес закончит, вождь черных медведей кивнул головой и сказал, похоже, Джаа действительно хороший друг всех зверолюдей, поэтому нам необходимо соответствующе поприветствовать его. Либин, подготовь все необходимое и пригласи Джаа выпить вместе с нами. Услышав это, молодой черный медведь вышел из палатки, чтобы исполнять полученные указания. Вождь черных медведей, отдав необходимые распоряжения, повернул голову, чтобы посмотреть на Мендеса, а затем сказал, вы же прибыли сюда не только, чтобы помочь нам решить вопрос с едой? Итак, какое дело у вас есть еще? Мендес скивнул и попросил помощи у медведей, а их вождь в свою очередь пообещал ее предоставить в случае необходимости. Ведь, в конце концов, благодаря Джаа им удалось решить проблему с провизией. После того, как этот вопрос был решен, Мендес рассказал вождю черных медведей, что на этот раз за нехваткой продовольствия может стоять церковь света. Услышав эту новость, медведь пришел в ярости и немедленно отправил своих подчиненных проверить ее, а также сообщить другим крупным военным кланам. К этому времени Джаа практически закончил подготавливать запас провизии для племени черных медведей. Вождь медведей тоже начал считать Джаа человеком, достойным их доверия, ведь за него поручились мастифы и исполинские быки, а друзья моих друзей и мои друзья. Этому принципу черные медведи старались следовать всегда, особенно, если это очень полезно для их племени. Проблема с продовольствием действительно была очень серьезная и если ее не решить, то черные медведи понесут огромные потери, но в последний раз их очень сильно обманули и поэтому сейчас вождь племени опасался покупать у Джаа слишком много продуктов за один раз. Ему предстояло решить серьезный вопрос сколько же им купить хлебных фруктов. Поэтому, когда Мендес и Буффон отправились отдыхать в приготовленные для них палатки, все старейшины племени все еще оставались в палатке вождя. Один из старейшин черных медведей увидел нахмурившегося вождя и спросил, вождь, что случилось? Разве теперь благодаря Джаа мы не можем решить нашу проблему? В ответ же тот произнес, проблема с продуктами питания может быть решена только временно, поэтому я до сих пор не знаю, сколько еды нам нужно купить. Старейшины подумали, я не думаю, что на этот раз нам следует купить действительно много. Ведь, если за нехваткой еды стоит церковь света, то в любом случае начнется война, а когда это произойдет, мы и сами сможем вырвать продукты из рук людей. После этих слов глаза вождя сразу же засверкали и он произнес, ты прав, как же я мог забыть об этом. Тогда давайте купим только несколько десятков миллионов Джи, а уже потом посмотрим по ситуации. Услышав это, несколько старейшин кивнули. Посмотрев на них, Джаа, сидя в своей палатке, просто не мог не улыбнуться. А затем он повернулся к Лауре и сказал, кто сказал, что разум зверолюдей прост, я сейчас же должен избить его. Я не думаю, что обитатели прерий просты, наоборот, они очень умны. Лаура и все остальные, услышав это, рассмеялись, а Миган, улыбнувшись, сказала, я действительно не думала, что у зверолюдей так много глаз. Кажется, на этот раз крупной сделки не будет. Джаа же слегка улыбнулся, ничего страшного, они мало купят, лишь из-за сложившихся обстоятельств. Но мы всегда можем отправиться в город бога зверей и продать нашу еду там. После этих слов Лаура кивнула и сказала, когда я взяла на себя клан Марки, то узнала, что они так же велико и какие дела в божественном зверином городе. Но не так давно бывший патриарх отозвал оттуда своих людей, но место по-прежнему осталось, поэтому я отправила туда Ахтая, предварительно снабдив бамбуковым рисом. Джаа кивнул и сказал, это безусловно все хорошо, но сейчас у него не должно быть еды. Ведь как-никак в прерии сейчас действительно мало еды. Но Лаура, улыбнувшись, произнесла, божественный звериный город совсем не такой, как остальные лагеря зверолюдей. Там находится ядро всех рас, поэтому уже довольно давно созданы огромные хранилища для еды, которых уж точно достаточно, чтобы использовать какое-то время. К тому же, кроме риса я отправила Ахтаю овощи и фруктовое масло, поэтому у него вполне достаточно товаров для торговли. Джаа, услышав это, улыбнулся и сказал, хорошо, тогда завтра после того, как поговорим с медведями, мы вернемся к волкам и отдадим им оставшуюся часть хлебных фруктов. Кстати, нам также необходимо будет следить за проблемой с провизией и церковью света. Между прочим, почему волки используют золото и серебро, чтобы торговать с нами. Лаура улыбнулась и ответила, в этом нет ничего странного. Военные племена довольно часто используют золото и серебро. Ведь так как они довольно часто нападают на торговцев или получают плату за проход по их землях. У таких племен как степные волки намного меньше аргали, но намного больше золота и серебра. Так что совершенно неудивительно, что они используют деньги для покупки товаров. Джа кивнул, ну так как продавать за золотые и серебряные монеты намного удобнее, то никаких проблем нет. Ах да, Лаура может нам создать на золотом острове свой собственный банк? Вот только Лаура озадаченно посмотрела на него и сказала, брат Джа, неужели ты не заешь, что все банки в шести империях принадлежат только королевским семьям? И если мы поступим подобным образом, то обидим короля империи розы. Джа с сожалением покачал головой и сказал, ну, если это действительно так, тогда мы все же не можем так поступить. Лаура кивнула, банки очень прибыльные, можно сказать даже слишком прибыльные, поэтому королевские семьи и не позволяют никому другому зарабатывать на них. Похоже банковская система континента арк сильно отличалась от земной, поэтому хотя у него было достаточно ресурсов создать свой банк он все равно пока не смог бы. Как вдруг в этот момент внезапно раздался голос, мистер Джа, вы здесь? Вождь приглашает вас посетить банкет. Джа громко ответил, а затем встал и вышел на улицу. Лаура и девушки последовало за ним, Мендес и Буфон также уже вышли из своих палаток. Сейчас медведи как раз запекали аргалии двух быков. Что в среде зверолюдей считалось невероятным гостеприимством. Лебин предложил Джа располагаться, как обычно, пиршество проходило под открытым небом, так как проводить его в палатках было уж слишком неудобно. Однако такие случаи все же бывали, но в те дни пить и есть на улице не позволяла погода. Впрочем, Джа уже привык к подобной ситуации. После того, как несколько человек сели, появился вождь черных медведей, и Джа встал, чтобы приветствовать его. После чего вождь черных медведей занял свое место и, обращаясь ко всем собравшимся, произнес «Сегодня, благодаря мистеру Джа, наше племя смогло избежать действительно довольно сложной ситуации, и мы на самом деле очень благодарны вам за это». Джа улыбнулся и сказал «Вождь, вы слишком добры, я бизнесмен и пришел к вам, чтобы заключить сделку. Впрочем, если моим друзьям нужна еда, то как я могу ее не принести?» Услышав это, вождь медведей долго смеялся, а затем сказал «Хорошо, что мистер Джа сказал, что мы друзья. Так давайте же выпьем эту чашу за то, что у племени черных медведей появился такой друг». После этих слов Джа с улыбкой на лице поднял свою чашу. Сейчас они пили обычное молочное вино зверолюдей, так как глава клана Будане был слишком близок с медведями, то он не мог предложить им свое вино. Глава 516. Флаг дружбы черных медведей. «Зверолюди очень странные. Если вы дадите им подарки, независимо от того, насколько они ценны, обитатели прерий примут их, поскольку любая вещь может оказаться полезной. Но если вы откажетесь выпить с ними, они подумают, что вы смотрите на них сверху вниз. Поэтому все банкеты очень важны. Тем не менее, оригинальное молочное вино зверолюдей очень сильно отличается от того напитка, что предлагал Миган и Луизи Джа. Можно сказать, девушки сегодня впервые попробовали недистиллированное молочное вино. Однако привыкнув немного, признали, что и у него довольно неплохой вкус. Вот только чтобы порадовать зверолюдей вы должны съесть и выпить как можно больше. После столь бурного застолья естественно ни о каком обсуждении сделки не могло быть речи. Поэтому, Джа просто вернулся в свою палатку. Однако когда он собирался отправиться в пространственную ферму, к ней же пришли Мендес и Буффон. Так что главе клана Будда пришлось остаться, а тем временем Лаура пригласила двух зверолюдей войти. Было заметно, что вино подействовало на зверолюдей, но они явно не были пьяны. Впрочем, Джа все же протянул им две чаши с пространственной водой, но они к ней так и не притронулись. Вместо этого Буффон посмотрел на Джа и сказал, «Джа, мы только что рассказали вождю черных медведей о церкви света, но похоже нам не следовало говорить ему об этом так рано». Мендес же в свою очередь добавил, «Ранее, когда у них не хватало пищи, черные медведи были готовы сразу же обсудить с тобой ее покупку. Но теперь похоже они намерены дождаться начала войны, чтобы вырвать продукты из рук людей. Похоже у них совсем отшибло все мозги. Зачем же жертвовать своими соплеменниками, если еду можно просто купить». Джа же услышав об этом просто не мог не улыбнуться. «Все в порядке, не стоит так волноваться. Если племя черных медведей желает купить лишь немного хлебных фруктов, то пусть так и будет. Я принес эти плоды в прерию потому, что узнала возникшей проблемы с продуктами. Однако, если мне не удастся их продать, то я просто прикажу изготовить с оставшихся плодов восхитительный напиток, что стоит куда дороже хлебных фруктов, так что не стоит переживать все в порядке». Мендес вздохнул и сказал «Спасибо тебе за это, Джа. Если бы все люди были такими как ты, то и войны между нашими народами никогда бы не было». Джа натянута улыбнулся и сказал «У всех людей есть амбиции, а это значит, рано или поздно война бы все равно бы произошла. И даже с моей собственной силой я ничего не смогу изменить. Поэтому просто помогаю тем, кто мне нравится». Мендес и Буффон вздохнули. Они хорошо знали, что Джа прав. Амбиции были не только у людей, но и у зверолюдей. И их никто не мог контролировать. Так что в этом аспекте люди и зверолюди ничем не отличались. И племя боевых быков весьма четко свидетельствовало об этом. Буффон посмотрел на Джа и спросил «Так каков твой следующий план?» Джа улыбнулся и сказал «Я хочу отправиться в божественный звериный город. Теперь все в порядке, даже с черными медведями. Если действительно начнется война, то немногие захотят покупать пищу. Да и просто путешествовать по прерии будучи человеком крайне опасно». Услышав это Буффон хрюкнул «Если говорить о других торговцах с человеческих земель, то ты безусловно прав, но это явно не относится к принцу исполинских быков. Жаль конечно, что тебе нужно отправляться в божественный звериный город, но если будешь поблизости загляни в наш лагерь. Посмотрим может удастся уговорить остальных дать тебе флаг дружбы». Джа улыбнулся и сказал «Ну, если что-то пойдет не так я всегда могу вернуться в лагерь исполинских быков или если все пойдет уже совсем плохо отправлюсь обратно в человеческие земли». Мендес кивнул головой и сказал «Во время войны зверолюди, как правило, не убивают торговцев. Чаще всего их просто прогоняют из прерии. Но у тебя есть несколько весьма полезных флагов, поэтому мало вероятно, что кто-то попытается напасть на тебя». Джа кивнул и улыбнувшись сказал «Ну, не стоит так волноваться обо мне. Я просто пойду в божественный звериный город, чтобы посмотреть, можно ли наладить там свой бизнес». Мендес вздохнул и сказал «Сейчас ситуация такова, что шансы военного конфликта очень велики, но я не думаю, что орда зверолюдей доберется аж до империи Розы». Услышав этот Джа улыбнулся «Ох, поверь мне, не о чем беспокоиться. Мои земли находятся на острове, поэтому зверолюды никак не смогут до них добраться». Мендес кивнул, а затем посмотрел на небо «Еще не слишком поздно, но давайте пойдем отдыхать». «Ах, да Джа, ты же еще так и не отдал волкам остальные хлебные фрукты. Поэтому я думаю, тебе следует отправиться к ним уже завтра, иначе они могут решить, что их обманули». Джа хай кивнул и сказал «Будьте уверены, я завтра же отправлюсь к ним. А сейчас давайте отдыхать». Зверолюды кивнули, после чего вставал и вернулись в свои палатки. Джа и девушки вернулись в пространственную ферму. А когда это произошло, Лаура посмотрела на главу клана Будда и сказала «Кажется, мы недооценили решимость зверолюдей. Теперь, когда в прериях большая нехватка продовольствия, независимо от того, имеет ли к этому какое-либо отношение церковь света, война все равно начнется, потому что они слишком сильно нуждаются в еде». Меган посмотрела на Джа и спросила «Брат Джа, а ты уверен, что зверолюди не вторгнутся в черную пустошь? В конце концов, она ведь не так уж далеко от прерий». Услышав это, Джа покачал головой и сказал «Нет, этого уж точно не произойдет. Во-первых, все расы континента Арк знают, что там ничего нет. А во-вторых, ни один из обитателей прерий не полезет в семицветный туман, ведь это верная смерть». Меган кивнула, но Луиза нахмурился. «Брат Джа, а может ли империя Розы иметь какое-то отношение ко всему этому? Ведь наша империя не позволяет людям вести дела в империи Аксу, так что существует много торговцев, которые не могут прийти в прерии, чтобы продать еду. В таком случае выходит, что именно империя Розы спровоцирует эту войну». Джа, услышав эти слова, слегка удивился, но затем его лицо изменилось и он сказал «В этом есть смысл, но я не думаю, что в этом виновата империя Розы». Безусловно оно ограничило доступ для некоторых торговцев, но это означает, что остальные крупные кланы получили хороший шанс заработать большие деньги, и я сомневаюсь, что они все решили бы им не пользоваться. Скорее всего к этому действительно приложила руку Церковь Света. Естественно все удивились и посмотрели на Джа, а тот в свою очередь пояснил «В данный момент империя Розы запретила Церковь Света на своих землях, и естественно та не могла оставить все вот так». Поэтому, если они действительно организовали эту нехватку пищи, то в определенный момент маги Света могут обвинить во всем этом империю Розы, тем самым сосредоточив на ней гнев остальных пять империй. Когда Луиза услышала это ее лицо побледнело, ведь она понимала, что даже такая огромная страна как империя Розы не сможет выдержать подобного. Луиза больше всего была обеспокоена этим вопросом и поэтому сразу же спросила «Брат Джа, тогда что же нам делать? Если мы действительно позволим Церкви Света добиться успеха, наша империя Розы окажется как минимум в полной изоляции». Джа кивнул и сказал «Немедленно напиши письмо и сообщи об этом Его Величеству. Если Церковь Света хочет воспользоваться этим методом, то обвинить империю Розы она сможет только после нападения зверолюдей, но это дает нам шанс сыграть на опережение. Если империя Розы первой обвинит Церковь Света, то она уже ничего не сможет сделать. Однако, как стоит поступить должен решать король, ведь у него гораздо больше опыта в подобных вопросах». Луиза кивнула головой, а Джа немедленно вынул ручку и бумагу, после чего передал их девушке. Когда же письмо было готово, они вернулись на Золотой остров и отправили его при помощи мистического орла клану Карпичи, а уже они должны будут передать его королю. Завершив все это, Джа и девушки отправились отдыхать, вот только они даже не подозревали насколько же они правы. Церковь Света действительно планировала осуществить все это. Во-первых, развязать войну, заставив зверолюдей атаковать. Во-вторых, используя всех своих проповедников начать поливать грязью империю Розы. И наконец, в-третьих, совершить государственный переворот в самой большой стране континента Арк. Несмотря на то, что эти новости все еще не были подтверждены, Церковь Света делала все возможные, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Поэтому Джа и все больше и больше испытывал отвращение по отношению к ней. Ведь Церковь Света, несмотря на свой внешний вид, на самом деле являлась абсолютно беспринципной организацией. Чтобы справиться со своими врагами, они фактически не стеснялись организовать войну между двумя расами. Однако если об этом узнают остальные, то никто больше не станет считать Церковь Света самой доброй и милосердной организацией. На следующее утро, после завтрака Джа снова отправился в палатку вождя. На этот раз он надеялся, что все завершится довольно быстро, ведь ему еще нужно доставить продукты волкам. Когда Джа вошел в золотую палатку, то заметил, что Буфон и Мендес уже здесь. Так что он вежливо всех поприветствовал и сел. А вождь Черных Медведей в свою очередь посмотрел на него и сказал, Джа сегодня я позвал тебя, чтобы поговорить о покупке продуктов для моего племени. Джа кивнул головой, а вождь продолжил, пожалуй, тебе уже известно, что в прошлом нас уже обманул один из крупных торговцев, из-за чего я серьезно заболел и до сих пор я не выздоровел. На этот раз мне все равно хотелось купить как можно больше еды, но вчера Мендес сказал, что эта нехватка продовольствия может быть искусственной. И если это так, то мы, зверолюди, будем воевать с людьми. Поэтому сможем и так захватить довольно много еды, поэтому на этот раз нам не нужно покупать слишком много. Безусловно, услышав подобное, Джа невероятно удивился. Он знал еще вчера, что Черные Медведи не станут покупать слишком много, однако считал, что вождь найдет весомый повод, почему они не станут этого делать. Но сегодня глава Черных Медведей совершенно спокойно рассказал ему истинную причину. Глава клана Будда привык, что все люди, с которыми он торговал, являлись лицемерами. И теперь действительно не мог поверить собственным ушам, хотя Мендес и Буффон предупреждали, что Черные Медведи очень честные и прямолинейные. Естественно, вождь заметил замешательство Джа и решил, что тот весьма недоволен сложившейся ситуацией. Поэтому быстро произнес, но не стоит волноваться, мы планируем сотрудничать с тобой в будущем. А в этом году просто сложилась вот такая ситуация. К этому моменту, Джа взял себя в руки и произнес, вождь вы слишком вежливы. Не стоит так волноваться, я все понимаю, но скажите сколько хлебных фруктов вам нужно? Увидев, что глава клана Будда воспринял все абсолютно спокойно, вождь улыбнулся и ответил, мы возьмем 40 миллионов джи. Итак, когда мы сможем их получить? Услышав это Джа произнес, прямо сейчас, просто покажите, куда я должен их положить. После этих слов вождь понял, что Джа скорее всего использует пространственное хранилище. Поэтому улыбнулся и сказал, я прикажу своим людям приготовить место. Но остался еще один вопрос, что вы хотите за них получит, аргали или деньги? На что Джа ответил, предпочту взять деньгами, так как зверолюди практически не пользуются ими, а вот магические животные вам действительно могут пригодиться. Когда вождь услышал это, его глаза заблестели и он сказал, похоже ты действительно друг всех зверолюдей. Лебин, принеси наш флаг дружбы, чтобы я мог вручить его Джа. Услышав эти слова, Лебин тут же вышел из палатки. Услышав это, глава клана Будда оказался полностью ошарашен. Он даже не ожидал, что ему удастся настолько быстро заполучить флаг дружбы военного племени. Пожалуй, с ним он действительно может совершенно спокойно отправиться вглубь прерии, ибо сейчас никто не осмелится задирать его. Глава 517. Экономически эффективный бизнес. Естественно, вождь черных медведей решил поступить так явно не из-за мимолетного импульса. Ведь никто бы с таким характером не стал бы лидером правящего племени. Джа просто не понимал, насколько важны аргали для обитателей прерий. Они фактически заменяли им деньги. Вот только магические звери в отличие от золотых монет могли размножаться. А это значит, чем больше у вас аргали, тем больше приплода вы получите. Можно сказать, что для зверолюдей золото и серебро не более чем камни, а магические звери – дети. Плюс Джа не только был принцем исполинских быков, но и поддерживал хорошие отношения с мастифами. Естественно, эти два аспекта также были очень важны для вождя черных медведей. К тому же ситуация в племени черных медведей сейчас не очень хороша. Ведь если бы они не были настолько бедными, то купили бы у Джа намного больше еды. Ведь не факт, что им действительно удастся отобрать провизии у людей во время военного конфликта. Так что вождь черных медведей дал Джа флаг дружбы по нескольким причинам. Во-первых, чтобы построить хорошие отношения с исполинскими быками. Во-вторых, показать мастифам свою благодарность. И в-третьих, привязать к себе столь крупного торговца продуктами. Естественно, Джа не стал отказываться. Он подошел к вождю черных медведей, а затем сказал «Благодарю вас, вождь, пожалуйста, будьте уверены, что с сегодняшнего дня племя черных медведей, мои друзья. А раз так позвольте мне оставить вам эти 50 миллионов джи хлебных плодов, просто в качестве подарка». Естественно, вождь черных медведей даже не думал, что Джа окажется настолько щедрым. Даже 10 миллионов джи это уже довольно немало. Необходимо понимать, что некоторые торговцы приносят в прерии куда меньшее количество продуктов и стараются продать их как можно дороже. А Джа вот так просто подарил в 5 раз больше. Разумеется, вождь племени черных медведей решил, что подобный обмен на флаг дружбы весьма выгоден для его народа. Поэтому засмеялся и сказал «Хорошо, я приму эту пищу, но Джа ты уверен, что действительно хочешь использовать золото и серебро». На что глава клана Будда, улыбнувшись, ответил «Не вижу в этом ничего такого. Я знаю, что многие торговцы не хотят брать деньги, но у меня с этим нет никаких проблем». Вождь черных медведей засмеялся и сказал «Хорошо, тогда я не буду вежлив. Лебен, найди кого-нибудь, кто принесет наши золотые и серебряные монеты, а затем распорядись насчет праздника». Но Джа тут же возразил «Вождь, мне бы хотелось избежать этого праздника, ибо сегодня я должен вернуться к степным волкам. Они заказали у меня еду, поэтому мне необходимо ее доставить во время». Но вождь, услышав это, лишь покачал головой, а затем сказал «Не стоит торопиться, волки никуда не денутся. Ну, не съедят же они тебя за небольшое опоздание. Лучше скажи, тебе заплатить золотом или серебром». Джа кивнул и сказал «Если можно часть золотом, а часть серебром. Плюс я также могу взять и магическими животными, но не обычными, а уникальными для этой части прерий, или же редкими, особыми растениями». Вождь черных медведей никак это не прокомментировал, а просто кивнул и произнес «Хорошо, я дам тебе двух наших тиранов, но пообещай не передавать их людям для проведения исследований». Джа, услышав это с улыбкой, сказал «Вождь, можете быть уверен, что я их никому не отдам. Да и мне самому они нужны не для исследований, а для чего-то совершенно иного». После этих слов медведь кивнул головой, Джа посмотрел на небо, а затем улыбнулся и сказал «Хорошо, тогда я пойду, передам хлебные фрукты, а так как их довольно много, это займет некоторое время». Вождь кивнул, а затем глава клана Будда вышел из палатки. Когда Джа ушел, Буффон с улыбкой произнес «Вождь, а вы довольно быстро решились дать Джа флаг дружбы. Мой отец тоже хотел это сделать, но ему сначала нужно было обсудить этот шаг с остальными». Когда вождь черных медведей услышал, что сказал Буффон, он просто не мог не посмотреть на него, так значит мастифы тоже хотят дать свой флаг дружбы Джа. Но Буффон покачал головой и сказал «Я имел в виду не флаг дружбы мастифов, а флаг дружбы собак. Для Джа он будет гораздо полезней, впрочем, как и нам. Однако сначала мой отец должен убедить в этом остальных вождей». После этих слов вождь черных медведей еще больше удивился. Ведь хотя вся раса собак считается лишь полувоенной, их боевая мощь действительно высока. Они всегда считались весьма могущественной этнической группой под командованием бойцов. Но так как некоторые из племен собак невероятно слабые, стать полноценной военной расой они никогда не смогут. И раз собаки решают дать ли ему свой флаг дружбы, значит они действительно очень сильно ценят его. Но тогда и ему похоже больше не стоит сомневаться в Джа. В это же время Джа уже закончил выгружать хлебные фрукты, и посреди лагеря образовалась огромная гора плодов. Естественно черные медведи невероятно обрадовались этому, а затем принялись перетаскивать еду в хранилище, после чего Джа вернулся в палатку, но не Лебин. Тот в это время занимался золотом и серебром, которые они должны будут отдать главе клана Будда. Когда Джа вернулся в палатку, он обращаясь к вождю сказал, «Вождь, с вашего позволения я отправлюсь к волкам, отдам им продукты, а затем немедленно вернусь». На что тот ответил, «Зачем так спешить? Я уже распорядился насчет банкета, но Джа с улыбкой ответил, «Все в порядке, можете не волноваться, я успею вернуться». Затем он вышел из палатки и издал особый крик. После чего, через несколько мгновений огромная красная птица приземлилась рядом с ним. К этому моменту мистические орлы выросли до трех метров. Как только птица оказалась возле главы клана Будда, тот взобравшись ей на спину взмыл в небеса и довольно скоро скрылся из виду. Когда Лебин это увидел, он немедленно отпустил других медведей, а затем взяв сумки с золотом и серебром, вернулся в палатку и рассказал вождю о том, что только что произошло. Услышав об этом, вождь Ашарашина спросил, неужели существует птица, способная нести на себе человека, и что теперь люди могут летать в небесах. У зверолюдей в отличие от людей имелись свои воздушные силы. Такие племена как соколы, орлы, ястребы и т.д. выращивали особых маунтов, на которых потом и летали. Так что это было их невероятно важным преимуществом. Однако в отличие от мистических орлов, магические животные зверолюдей не могли подняться так же высоко. Поэтому люди совершенно спокойно сбивали их при помощи сетей. Плюс выращивать таких птиц было невероятно сложно, так что зверолюди использовали воздушные войска, но они никогда не являлись решающим фактором. Так что совершенно неудивительно, что вождь черных медведей оказался ошарашен, что у Джао имеется настолько сильная птица, способная не только нести всадника, но и лететь довольно высоко. Когда он подумал об этом, то просто не мог не посмотреть на Буфона и Мендеса. Естественно пес ничего не знал об этом. А вот исполинскому быку было известно, что у Джао имелись особые орлы. Безусловно у зверолюди имеются этнические группы способные летать сидя на спине у огромной птицы. Но их довольно мало. Так исполинские быки и черные медведи слишком тяжелые, чтобы мистический орел мог взлететь вместе с таким всадником. Естественно, когда Мендес посмотрел в глаза вождю, то сразу же понял, о чем тот хотел спросить. И не стал держать медведя в неведении. Да, у людей тоже есть воздушные силы, но не в Империи Аксу. Джао аристократ Империи Розы, а одна из его жен, принцесса этой страны. Так что Империя Розы действительно начала формировать свои воздушные силы, но на обучение всадников и выращивание летающих маунтов уйдет довольно много времени. Услышав это, вождь кивнул и сказал, да, пожалуй, ты прав, для подобного нужно очень много времени. Ну, во всяком случае, хорошо, что у Империи Аксу их нет. Но почему, услышав это, Мендес с улыбкой сказал, потому что Джао ненавидит как Империю Аксу, так и Церковь Света. И вполне естественно, он никогда не отдал бы им своих птиц. Когда вождь услышал эти слова, то улыбнулся и сказал, хорошо, даже очень хорошо, похоже, Джао явно не будет против нашей войны с Империей Аксу. В ответ же Мендес улыбнулся и произнес, не стоит забывать и о Церкви Света. Когда мы начнем наше вторжение в Империю Аксу, то обязательно обвиним именно ее в том, что в прерии закончилась еда. Думаю, Джао даже будет рад подобной возможности проучить светлых магов. После этих слов вождь черных медведей засмеялся и сказал, это действительно очень хорошая идея. Я никогда не видел ничего хорошего в Церкви Света. Однако, так как эта организация уж слишком большая, то особого вреда обычными методами мы нанести им не сможем. Однако подобные слухи действительно могут стать невероятно сильным ударом по Церкви Света. Услышав это все собравшиеся в палатке засмеялись, однако они даже не догадывались, что тесть Джао, король Империи Розы уже начал действовать в этом направлении. Глава 518. Мертвый советник. Когда король Империи Розы получил письмо от Джао, то очень удивился. Он действительно не ожидали, что Церковь Света может применить столь гнусный метод для борьбы с Империей Розы. И хотя в письме были не более чем догадки и предположения, его величество предпочел их проверить, ведь в случае если все это действительно так, Империя Розы могла оказаться в весьма сложной ситуации. Ведь если простые люди поверят Церкви Света, то Империя Розы начнет двигаться в том же направлении, что и другие страны. Хотя нет, для них все будет намного хуже, ведь они осмелились обидеть Церковь Света. Поэтому король немедленно вызвал своих доверенных лиц во дворец и дал им письмо Джао. Все собравшиеся являлись дворянами Империи Розы и никто из них не был дураком. Увидев письмо, они сразу же поняли всю важность этого вопроса. Естественно, король, посмотрев на их лица, понял, о чем они думают. А затем сказал, стоит признать, я не ожидал, что Церковь Света использует этот трюк. Однако, к счастью, младшему Джао удалось предупредить нас заранее. Вот только, как именно мы должны поступить в подобной ситуации. После этих слов все взгляды сосредоточились на Рендольфе, так как именно его клан дольше всех противостоял Церкви Света. Поэтому для начала они хотели узнать его мнение по этому вопросу. Естественно, Рендольф знал, чего именно от него ждут, поэтому хладнокровно фыркнул. Если все так, как описывает Джао, значит у Церкви Света уже нет пути назад и зверолюди в любом случае нападут на Империю Аксу. Мы же должны во что бы то ни стало обвинить светлых магов в нехватке продовольствия в прериях и предупредить, что зверолюди могут начать войну. Если мы поступим подобным образом, Церковь Света уже не сможет спихнуть всю вину на нас, так как это будет походить на обычные оправдания и никто ей не поверит. Старый король кивнул и сказал, Рендольф, пожалуй, вы правы, я тоже это заметил. Но как тогда следует поступить нам? После этих слов Джесси предположил, если зверолюдам действительно не хватает еды, как говорит Джао, они нападут. Безусловно, нам ни о чем беспокоиться, но у Империи Аксу будут крупные проблемы. Как только начнется война, сразу же появится большое количество беженцев, и мы не сможем игнорировать это, иначе Церковь Света воспользуется этим. Старый король кивнул и сказал, на этот раз все зависит от того, как далеко смогут зайти обитатели прерий. Если зверолюди окажутся слишком амбициозны, Империя Аксу будет в большой беде. Впрочем, у нас также возникнут проблемы, если беженцев окажется слишком много. Поэтому давайте поможем Империи Аксу, отправив им наши войска. Но не просто так, а заставив их заплатить за них огромную цену. Однако другой великий дворянин слегка возразил, да, но нам также следует помнить, что Империя Аксу в сговоре с Церковью Света. И даже если король Аксу никак не связан с этим, Южный король Борис уж точно причастен. Поэтому, если мы отправим Империи Аксу свои войска, то можем попросту потерять их, так они угодят в умело расставленную ловушку. Мне кажется, сначала мы должны заставить Империю Аксу признать Золотой остров исключительно нашим, а затем пусть извинятся за то нападение, что вы на это скажите, ваше величество. Король кивнул и сказал, в ваших словах имеется смысл. Хорошо, давайте так и поступим. Однако, если Империя Аксу действительно не выдержит, мы сами заберем себе часть их земель. Итак, с завтрашнего дня Империя Розы войдет в состояние средней готовности. Кроме того, люди должны узнать как можно быстрее о причастности Церкви Света. После этих слов все согласились действовать подобным образом и покинули кабинет короля. Когда все ушли, старый король глубоким голосом сказал, что вы думаете об этом. Со стороны могло показаться, что он разговаривал сам с собой, но в это время раздался чей-то голос. Джа очень хорошо проявил себя. Кажется, он действительно считает себя человеком Империи Розы, но, похоже, у него нет каких-либо больших амбиций. Этот голос прозвучал совершенно внезапно, но старый король не был удивлен вообще. Так как знал, что он принадлежал особому мертвому советнику. Нет, это не значит, что король разговаривал с нежитью. Безусловно, его собеседник живой человек. Он всегда находиться рядом с королем Империи Розы. Этот мертвый советник возглавлял особую организацию убийц, что всегда отличалось невероятной верностью королю. И никто кроме самого правителя не знал о их существовании. Вот только, что бы король не делал и где бы он не находился, они всегда были рядом с ним. Естественно, никто в такой ситуации не стал бы чувствовать себя уютно. Однако, таково было решение первого короля Империи Розы и никто не смел перечить ему. Естественно, существование такого советника один из самых больших секретов Империи Розы и никто кроме короля не должен знать о нем. Старый король кивнул и сказал, похоже, мы поступили правильно отдав именно ему золотой остров. Этот парень невероятно силен, но не обладает большими амбициями, но полностью я успокоился лишь, когда отдал ему Луизу, но голос так ничего и не ответил. Поэтому король вздохнул и сказал, если бы младший Джао время от времени не беспокоил Церковь Света, то рано или поздно мы оказались бы в еще более тяжелой ситуации. Старый король просто размышлял вслух, так как голос ничего не ответил. Король хорошо понимал, что, если он не возьмет на себя инициативу и не заговорит первым, мертвый советник ничего не скажет. Даже более того, его величество не знал, как выглядит его самый верный подчиненный. Рэндольф, же выйдя из дворца, вернулся домой и первым делом написал Джао о решении короля. Ведь именно глава клана Будда поднял этот вопрос, поэтому ему безусловно захочется узнать, к какому решению пришла империя розы. Но на самом деле Джао уже и так все знал. Поскольку сразу же после отправки письма попросил Каер внимательно следить за всем происходящим в королевском дворце, к этому моменту Джао уже достиг большого лагеря волков. Естественно, те немного занервничали, когда увидели, как огромная птица с всадником приземлилась рядом с их лагерем. Но поняв, что это глава клана Будда, сразу же успокоились. Естественно, Джао не мог отправиться в лагерь сам, поэтому стоял и ждал снаружи. Конечно же, через некоторое время к нему вышел Ганс. И увидев Джао сказал, ты опоздал на два дня. Услышав это, Джао улыбнулся и сказал, извините, возникло несколько неотложных вопросов. Ганс кивнул и направился обратно в лагерь. Естественно, Джао быстро последовал за ним. Когда же они вошли в золотую палатку, король степных волков, увидев главу клана Будда, произнес, мистер Джао, ты опоздал. На что Джао улыбнувшись, ответил, мне очень жаль, ваше величество, возникло важное дело, что задержало меня на эти два дня, но сейчас у меня есть помимо продуктов и важная информация для вас. Старый волк посмотрел на Джао и спросил, хорошо тогда расскажи мне ее. После этих слов Джао рассказал старому волку, что за нехваткой пищи в прериях может стоять церковь света. Король волков выглядел совершенно спокойно, пока слушал слова Джао. А когда тот закончил, посмотрел на него и спросил, зачем ты мне это рассказал. Тебе ведь известно, что теперь, возможно, я не стану ничего покупать. Джао кивнул и сказал, я знаю, но я должен был рассказать вам это. Мне не хочется, чтобы вы решили, будто я пытаюсь обмануть вас. Кроме того, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество, а не на сиюминутную прибыль. Услышав это старый волк посмотрел на Джао и вдруг улыбнулся. Стоит признать, я уже давно не видел такого интересного человека, как ты. Хорошо, тогда я не буду вежлив. И на этот раз больше ничего не куплю. Надеюсь это не вызовет особых проблем. После этих слов Джао улыбнулся и сказал, как я уже говорил ранее, в этом нет ничего страшного. И раз больше нет никаких вопросов, то с позволения вашего величества я покину ваш лагерь. Естественно старый волк просто не мог не спросить, зачем так спешить. Джао слегка улыбнулся и ответил, я буквально сбежал от черных медведей, чтобы доставить вам продукты. Но поскольку они устроили для меня банкет, я не могу не вернуться. Старый волк кивнул и сказал, поскольку ты обещал глупому медведю, тогда иди, но в будущем не забывай заглядывайте к нам. Джао услышав это улыбнулся и ответил, ну, если король нуждается в чем-то еще, вы всегда сможете купить это у меня. Поэтому, если вам необходимо больше еды, предметов первой необходимости, посуды, соли и тому подобного, просто скажите. Старый волк кивнул и сказал, ну, когда война закончится, обязательно загляни в наш лагерь. И мы обязательно заключим несколько сделок. Ганс уже все готова? Услышав это Ганс кивнул и сказал, да. Король увидев это тоже кивнул, хорошо, отведи Джао и расплатись. После этих слов Ганс вышел из палатки, впрочем, как и Джао, но перед этим глава клана Будо не забыл попрощаться с королем. Оказавшись снаружи, Ганс отвел Джао к палатке, которую охраняли несколько степных волков, после чего Ганс вошел внутрь, предварительно позвав с собой Джао. Это было сделано намеренно, чтобы охранники пропустили его в сокровищницу племени степных волков. Глава 519. Солнце. Зверолюди имеют некоторые отличия от людей. Золото людей это, своего рода оборотная валюта, поэтому чаще всего это монеты. Но золото у зверолюдей не так сильно распространено. Обитатели прерии используют в качестве оборотной валюты аргали, поэтому их золото, компактные слитки, и палатка, куда Ганс привел Джао была практически полностью заполнена различными золотыми слитками. Естественно, волк привел главу клана Будо сюда не просто так. Он хотел увидеть реакцию Джао на золото. В прошлом, после каждой заключенной сделки Ганс приводил торговцев в их сокровищницу, и стоило людям увидеть золотые слитки, как они забывали обо всем на свете. Некоторые даже кидались к ним и начинали целовать. Естественно, после подобного Ганм чувствовал к людям только отвращение. Разумеется, и этот раз не стал исключением. Ганс хотел посмотреть, какое выражение будет у Джао, когда он увидел эти слитка. Однако, ничего особого не произошло, глава клана Будо смотрел на золото и никак на него не реагировал. Естественно, глядя на Джао, Ганс очень удивился. Хотя он никогда не жил в человеческих землях, но тем не менее знал, что люди всегда используют золотые монеты. Поэтому даже один такой слиток стоит невероятно дорого. А главу клана Будо он привел сюда, чтобы оценить, насколько же жаден Джао. Причина, по которой волки редко вели дела с людьми, заключалась в том, что они им не верили. Так как считали людей слишком жадными, поэтому для долгосрочных торговых отношений им нужен был кто-то, кто хотя бы мог контролировать свою жажду денег. Всех предыдущих торговцев Ганс убил, а затем накормил ими своего ездового волка. Естественно, поступить таким же образом с Джао он не мог. Поскольку глава клана Будо обладал весьма серьезными связями в прерии, но если бы и он отреагировал, как остальные, ни о каком долгосрочном сотрудничестве не могло быть речи. Впрочем, так как Джао отреагировал весьма правильно, Ганс остался доволен. Однако это не значит, что глава клана Будо не удивился, когда попал в сокровищницу. Естественно, золото его абсолютно не впечатлило, ведь по сравнению с сокровищницей клана Робертс здесь его не так уж много. Гораздо больше Джао заинтересовали различные вещи, что также находились в палатке. Естественно, он не знал, что это, но раз они здесь, значит действительно ценные. Ганс же, посмотрев на осматривающегося Джао, произнес, Джао, ты можешь взять столько слитков, сколько стоят твои 300 миллионов джихлебных фруктов. Однако Джао, посмотрев на Ганса, улыбнулся и сказал, не стоит волноваться, значит это ваша сокровищница? Хэм, как насчет того, чтобы вместо золотых слитков я возьму что-то из этих вещей. Естественно, если их стоимость превысит стоимость еды, количество последней будет увеличено до необходимого уровня. Так, что скажете, вы согласны? Вот только услышав это Ганс замер совершенно не зная, как ему поступить. Все дело в том, что Джао ошибся. Это не сокровищница, а обычное хранилище, куда волки помимо золота складывали некоторые странные вещи, поэтому в большинстве случаев они сами не знали, что здесь хранится и как этим пользоваться. А это означает, что сказать сколько стоит тот или иной предмет Ганс попросту не сможет. Разумеется, глава клана Будда увидел, что Ганс как-то странно отреагировал на его предложение и поэтому обеспокоенно спросил, что случилось, что-то не так. Ганс пришел в себя и покачал головой, я не вправе решать подобные вопросы, поэтому давай обсудим твое предложение с вождем. Джао кивнул и вместе с Гансом вышел из хранилища. Затем волк ушел поговорить с королем, а глава клана Будда остался ждать возле палатки. Причина, по которой Джао предложил это, заключалась в том, что он заметил в палатке нечто особенное. Это была бутылочка, изготовленная с цельного куска кристалла, в которой находился кипящий металл, что время от времени вспыхивал небольшими синими языками пламени. Причина же, по которой Джао обратил внимание на нее, заключается в том, что, как только глава Будда заметил эту вещь в его сердце, словно раздался голос. И именно из-за этого чувства он должен был получить ее. Поэтому Джао и озвучил свою просьбу. Через некоторое время Ганс вернулся и, обращаясь к Джао, сказал, король велел передать, что так как ты являешься другом нашего племени, а вещи, что собраны в этой палатке, для нас практически бесполезны, то ты можешь выбрать то, что тебе понравилось, и взять столько слитков, сколько нужно. Когда Джао услышал это, то просто не мог не улыбнуться. Король волков слишком вежлив, но я не хочу, чтобы он продешевил. Вещи в этой палатке действительно могут быть бесполезны для вас, но вместе с тем важными для меня. Однако сейчас мне нужна только одна вещь, а об остальном поговорим во время моего следующего визита. Вернувшись в палатку, Джао забрал бутылку со странным металлом, а затем сказал, Ганс, мне нужно лишь это. Но мне не очень нравится на какой ноте я расстался с королем степных волков. Поэтому я обязательно загляну к вам в будущем. Ганс посмотрел на Джао и кивнул, теперь он действительно относится к нему как к другу. Во всяком случае, похоже сегодня глава клана Будда действительно завоевал благосклонность этого волка. Когда он оказался снаружи палатки, Джао попрощался с Гансом и сев на мистическое орла взлетел высоко в небо. Однако, как только его больше никто не мог увидеть, глава клана Будда отправился в пространственную ферму, а как только он оказался там, то сразу уже получил сообщение. Обнаружен неизвестный артефакт. Провожу исследование. Исследование завешено. Обнаружено чистое энергетическое тело. Это комбинация металла, огня и воды. Провожу извлечение особых свойств. Извлечение завершено. Фиксирую увеличение скорости роста посевов. Провожу усиление тела хозяина. Усиление завершено. Отныне хозяин может контролировать, кроме металла и растений, еще и огонь, а также воду. Рекомендация. Хозяин должен больше тренироваться. Когда Джао услышал это сообщение, то оказался ошеломлен. Он действительно не думал, что в одном артефакте может быть сразу три вида энергии, а именно металл, вода и огонь. Но самым необычным было то, что две противоположные стихии, огонь и вода как-то уживались в одном предмете. Однако все это, безусловно, очень хорошая новость. Изначально Джао мог контролировать только металлы и растения, но теперь ему подвластны вода и пламя. Естественно глава клана Будда мог и ранее использовать магию огня, а также воды. Но сейчас он стал колдуном воды и огня. Разумеется между колдунами и магами всегда существовали весомые различия. Магу для контроля над стихиями необходимо использовать заклинание вот только, когда магический массив создан. Изменить его характеристики уж невозможно. Поэтому, как только заклинание сформировалось, трудно изменить форму. Это похоже на технику огненного шара. Когда вы используете ее, то резко создать огненный поток уже не сможете. Но вот с колдунами все было совершенно иначе. Они в любой момент могли превратить огненный шар в огненный поток или даже огненный кнут. Можно сказать, что маги это дикари способные лишь швырять огромные камни, в то время как колдун и скульпторы, что могут создать из этих камней прекрасные статуи. Однако, Джао также понимал, что без длительных тренировок не достигнуть каких-либо значительных результатов. Это как с металлом, чем больше он тренировался, тем лучше владел своими силами. Но тем не менее, Джао Хай был очень доволен. Хоть он не знал, что именно находилось в бутылке, полученные преимущества действительно были очень полезны. Подумав некоторое время, Джао все же решил открыть кристаллическую бутылку, но как только он это сделал, металлическая жидкость внутри нее внезапно взлетела в небеса и через некоторое время скрылась из виду. Однако, хотя Джао уже не мог ее видеть, он почувствовал, что в пространственной ферме произошли замечательные изменения. Ранее температура в ферме всегда была сбалансированной, она абсолютно не изменялась. Складывалось ощущение, что вы находились в наглухо закрытой комнате, что не слишком комфортно. Но сейчас произошли небольшие изменения. Хотя температура в пространственной ферме практически не изменилась, но Джао чувствовал, что стало немного теплее, словно он стоял под лучами ласкового солнца. При мысли об этом Джао внезапно застыл, а затем хлопнул себя по голове. Возможно, это и было солнце? Хотя с другой стороны солнце это же не металл, а жидкий раскаленный газ? После этой мысли Джао просто не мог не взглянуть на свою руку и кристальную бутылку в ней. Он никогда не думал, что будет буквально держать в своих руках солнце. Но интересно из чего же сделали эту бутылку раз она способна выдерживать нечто столь невероятное? В этот же момент прозвучало еще одно сообщение. Обнаружен неизвестный материал. Провожу анализ. Анализ завершен. Материал кристалл, форма бутылка, происхождение и метод изготовления неизвестны. Особенности материала не может быть поврежден, поглощает все виды энергии. Провожу усиление энергии хозяина. Отныне хозяин может моментально кристаллизовать свое тело, чтобы защититься от любых атак. Услышав это, Джао оказался полностью ошеломлен. Он не думал, что подобное вообще возможно. Но разве это не значит, что он станет кристаллическим человеком? И сможет ли он при этом по-прежнему двигаться? Но стоило ему только подумать об этом, как голос снова прозвучал. Хозяину не нужно волноваться. Кристаллизация тела – это кристаллизация клеток организма. Все действия хозяина ничем не ограничены. С укреплением способности хозяина вы получите возможность превращать в кристаллы и другие объекты. Также эта способность может быть отозвана в любое время. После того, как Джао услышал это сообщение, то просто не мог не рассмеяться. Эта способность была действительно просто потрясающей. Если ему действительно удастся развить ее, то в будущем он сможет частично кристаллизировать своих врагов, нанося тем самым колоссальный урон. После того, как он разобрался с этими инцидентами, Джао появился прямо на спине у мистического орла. К этому моменту птица уже кружила над лагерем черных медведей. Естественно, Джао немедленно приказал ему приземлиться. Естественно, зверолюди уже давно увидели мистического орла и теперь, когда тот оказался на земле, с любопытством посматривали на него. Джао поприветствовал черных медведей и отправился к большому золотому шатру. Банкет там уже начался. Вождь председательствовал, а некоторые из старейшин сидели рядом с Буфоном и Мендисом. А вот супруги Джао расположились отдельно вместе с другими медведицами и тоже весьма весело проводили время. Когда вождь увидел главу клана Будда, то немедленно пригласил его сесть рядом с ним. Похожий за столиком вождя ему специально оставили место, и так как оно находилось слева от главного черного медведя это действительно было весьма почетно. Но Джао также знал, что проявлять излишнюю вежливость перед зверолюдьми попросту бесполезно, поэтому он сразу же сел возле вождя. Увидев, что Джао сел, глава черных медведей поднял чашу и сказал «Сегодня очень счастливый день. У нас появился верный друг племени Джао и естественно мы не могли не вручить ему флаг дружбы. Так выпьем же за то, чтобы наша дружба длилась до скончания веков». Услышав эти слова все остальные подняли свои чаши и прокричали «до дна». Подождав, пока чаши снова наполнятся, лидеры черных медведей снова подняли бокалы и сказали «Наше племя черных медведей отправило послание остальным племенам, что нехватка пищи могла возникнуть из-за действий Церкви Света. И как только львы и тигры узнали об это, то сразу же начали проводить расследование. И если это правда, тогда мы используем нашу булаву, чтобы напомнить людям насколько страшными могут быть зверолюди». Все черные медведи подняли свои чаши и громко закричали «Хорошо, хорошо, хорошо» и опустошили свои чаши. А затем вождь черных медведей поднял третью чашу вина. «Но все мы должны помнить, что независимо от того, кто наш враг. Мы должны помнить, что Джао – наш лучший друг». После этих слов толпа вновь прокричала «до дна». А дальше все пили, когда кто хотел. А вождь черных медведей поставив свою чашу, повернулся к главе клана Будда и спросил «Джао, ну как там волки?» Глава 520. Прибытие в божественный звериный город. Когда Джао услышал этот вопрос, то не мог не улыбнуться. «Ну, после того, как я сказал им, что вполне возможно начнется война, они не стали покупать еще продуктов. Однако за то, что уже было доставлено расплатились. Когда вождь черных медведей услышал это, его лицо изменилось и он произнес «Как это?» Они осмеливаются не соблюдать соглашения. «Хорошо, завтра я найду старого волка и объясню, что так поступать нельзя». Но Джао покачал головой и сказал «Нет, не стоит. Я сам взял на себя инициативу, чтобы рассказать королю о происходящем. Вы же знаете, как волки относятся к торговцам. Если бы они узнали о войне после того, как я ушел, то могли бы решить, что их попросту обманули». Черный медведь с любопытством посмотрели на главу клана Будда и спросил «Но почему? Джао, ты же торговец. Разве не лучше, чтобы они покупали как можно больше еды? К тому же никто бы не стал бы обвинять человека в том, что он знал или не знал, что будут делать зверолюди». На что Джао с улыбкой ответил «Давайте будем честными. Даже если я не продам эти продукты обитателям прерий, то переработав, смогу реализовать даже намного дороже. Плюс волки ваши друзья, а это значит, что и мои. А с друзьями так не поступают. Естественно, я также надеюсь на долгосрочное сотрудничество, поэтому и не стал оскорблять волков, пусть даже и косвенно». Вождь черных медведей посмотрел на Джао и внезапно рассмеявшись, сильно похлопал его по плечу. Ранее это действительно было не слишком приятно для главы клана Будда, но теперь он является воином восьмого уровня, а его тело претерпело множество преобразований в пространственной ферме. Так что никакого дискомфорта он не почувствовал. Банкет прошел очень гладко, особенно для вождя черных медведей. Несмотря на то, что он в какой-то момент хотел навестить старого короля волков. Именно это показывало, что отношения между ними очень хорошие. После обеда Джао, вернувшись в свою палатку, как обычно, сразу же выпил две чаши пространственной воды и почувствовал себя намного лучше. После чего рассказал девушкам об изменениях в пространственной ферме. Хотя на этот раз пространство не получило нового уровня, но изменения произошли действительно существенные. До этого момента они не чувствовали теплоты солнечных лучей, но сейчас все изменилось и это действительно очень хорошо. Но самое главное, что теперь растения посаженные на красной почве, после добавления солнца стали расти еще быстрее, хотя и ранее скорость получения новых урожаев была весьма впечатляющей. После всех этих изменений в пространстве Джао почувствовал себя очень счастливым и хорошо отдохнув в пространственной вилле. А на следующий день глава клана Будда попрощавшись со всеми направился в божественный звериный город, где их уже ждал человек Лауры. Естественно Мендес и Буффон не последовали за ним, а отправились в свои племена. Исполинские быки смогли заполучить сильного союзника в лице черных медведей и поэтому были очень довольны. Основная задача Буффона заключалась в том, чтобы помочь Мендесу договориться с черными медведями. Естественно его племя тоже получило определенные выгоды. Впрочем, как и сам Джао, ведь ему удалось заполучить новый флаг дружбы. От лагеря черных медведей до божественного звериного города не слишком далеко, для того, чтобы добраться туда, необходимо лишь около 10 дней. Стоит упомянуть, что для зверолюдей этот город – святое место. Поэтому все действительно могущественные племена старались поселиться как можно ближе к нему. Но не только поэтому, ведь в божественном зверином городе можно было легче всего приобрести все, что вам необходимо. Но благодаря полученным флагам, Джао мог расслабиться. За все время пути они не встретили ни одного агрессивно настроенного племени. Все с кем они столкнулись были очень вежливы и относились к Джао как к хорошему другу. Конечно, же и сам Джао не позволял им страдать, оставляя каждому племени в качестве подарка солидный запас хлебных фруктов. Естественно, подобное делало зверолюдей счастливыми. Разумеется, встречаясь с племенами глава клана Будда слышал различные слухи, согласно которым Церковь Света скупила у торговцев всю еду и поэтому в прериях возникла острая нехватка продовольствия. Безусловно, эти слухи распространяли волки, медведи и собаки. Они делали это, чтобы расшевелить остальных зверолюдей, а также оказать давление на большие военные племена. Естественно, эти известия стали самой настоящей бомбой. Как только зверолюди услышали их, вся прерия словно вскипела. Разумеется, Джао это заметил, поскольку теперь на него стали смотреть как-то иначе. Проще говоря, если бы не флаги, то его уже давным-давно выгнали бы из прерий. Но несмотря на весь ажиотаж, все встречаемые ими племена принимали довольно тепло, поэтому глава клана Будда мог вздохнуть с облегчением. Также стоит отметить, что Джао не стал отправлять своих мистических орлов разведать обстановку в божественном зверином городе. Поскольку там проживало довольно много экспертов 9 уровня, его могли попросту неправильно понять и тогда у клана Будда возникло бы слишком много никому ненужных проблем. Таким образом, после 10 дней Джао наконец добрался до божественного звериного города. Однако главу клана Будда несказанно удивил тот факт, что чем ближе они приближались к городу, тем меньше ходило слухов о том, что церковь света перекрыла приток провизии в прерии. А в окрестностях самого поселения об этом никто даже не слышал. Естественно, подобное просто не могло не озадачить. Но вскоре Джао увидел знаменитый божественный звериный город, вдали он переливался красно-зелеными цветами словно огромный раненый зверь. Когда же они стали приближаться к его стенам давления, которое испытывал Джао росло с каждым мгновением. Хотя божественный звериный город не был похож на каменные поселения людей, но будучи окрашенный в кроваво-красный цвет он вызывал просто невероятную гамму эмоций. Крепостные стены божественного звериного города оказались не так высоки, как в столице империи Розы Карсон-Сити. Их высота составляла всего 10 джангов, 3,33 м. Хотя даже так они являлись самым высоким сооружением, которое можно увидеть в прерии. Город явно процветал, так как уже на подходах к нему можно было увидеть множество палаток и невероятное количество занятых своими делами людей. Приблизившись к периметру, за которым начинались шатры, Джао смог заметить множество обеспокоенных людей. Естественно после этого он вылез из тела чужого, поскольку, если бы люди увидели огромного немертвого крокодила, то могла бы начаться самая настоящая паника. Разумеется зверолюди среагировали бы на нее и у Джао могли возникнуть проблемы. Убрав чужого в пространственный амбар они отправились в божественный звериный город пешком. Однако в этот момент по направлению к ним из городских ворот выехала карета с запряженными в нее несколькими лошадьми стигриным хвостом. Это были магические животные 4 уровня с оптимальными параметрами скорости, выносливости и силы. Глава 521. Ахтай. Стиль кареты был такой словно ее изготовили здесь в прерии. Использовались весьма характерные для зверолюдей элементы, плюс она была гораздо больше чем предыдущая карета Джао. Экипаж быстро добрался до Джао и девушек, после чего остановился прямо перед ними. А затем кучер, что управлял лошадьми спрыгнул на землю и когда это произошло Джао оказался просто ошеломлен. Так как рост этого человека достигал двух метров, его мышцы были практически такими же как у зверолюдей, а его кожа была невероятно темного оттенка. Можно сказать этого человека явно не назовешь красавцем. Одет же он был в уродливую, черную меховую накидку, а судя по количеству волос на его теле, вполне возможно, что перед ними не человек, а зверолюд из племени обезьян. А затем мужчина подошел к ним и обращаясь к Лауре, сказал «Юная леди, вы наконец прибыли. Пойдемте, Ахтай рад видеть вас». Джао и Меган удивились, что этот человек и есть Ахтай, лидер людей Лауры, что работали в прериях. С другой стороны, глядя на его внешний вид становиться понятно, как ему удалось так легко стать своим для зверолюдей. Лаура кивнула и улыбнулась. «Ахтай, я не видела вас в течение многих лет. Кажется, твоя кожа стала еще темнее. Кстати, позволь познакомить тебя с моим мужем Джао». Ахтай, повернувшись к Джао, тут же сказал «Рад видеть вас, господин». Глава клана Будо не привык к такому обращению, поэтому тут же сказал «Ахтай, вы многие годы верно служили моей супруге, поэтому оставьте все эти церемонии и обращайтесь ко мне, просто молодой мастер». В ответ же Ахтай щедро улыбнулся и сказал «Хорошо, молодой мастер, тогда надеюсь после тяжелого трудового дня вы не откажетесь выпить вместе со мной». Затем Лаура представила Ахтаю Миган и остальных девушек, а Джао пока это все происходило решила смотреться, так как торговцы вокруг них вели себя так словно знали что-то важное. Поэтому прислушавшись, Джао начал слышать слова этих людей, так торговец стоящий недалеко от них произнес обращаясь к своему коллеге «Слушай, разве это не глупый Ахтай? Зачем же он вышел из города?» На что другой человек ответил «Да кто ж его знает?» Но похоже он встречает своих начальников, я слышал «Вот этот парень рядом с ним, похож на главу клана Будо». Ну, тот у которого очень много нежити, кто знает возможно это действительно он. На что предыдущий человек ответил «Если это действительно Джао, то у Ахтая просто огромные проблемы. Ведь сейчас, когда еда невероятно дорога, он начал ее продавать еще дешевле, чем обычно. Ну кто из нормальных торговцев так поступает?» В это же время другой голос произнес «Я слышал у Джао весьма непростой характер, а во всех шести империях он известен своей невероятной жестокостью. Поэтому, если он услышит, что мы говорим плохие слова о Бахтае, то огромные проблемы будут уже у нас человек, который говорил ранее, ответил «Неужели вы боитесь? Это же божественный звериный город и все конфликты в нем, а также возле него запрещены. Поэтому, если он посмеет что-то сделать, зверолюди не отпустят его». Правда все это он произнес намного тише. Другой человек сказал «Не говори глупостей, даже если он не посмеет задеть нас в городе, мы же не можем сидеть возле него целую вечность? А вокруг нас прерие, поэтому если нас убьют, то наши кланы в первую очередь подумают, что это сделали зверолюди». После этих слов разговор сразу же прекратился. Но благодаря ему Джао приблизительно начал понимать, что же происходит. Он обернулся и посмотрел на уродливого человека, что разговаривал с Лаурой. Если бы Ахтай повысил бы свои цены так же, как и остальные торговцы, то продал бы по той же цене, что эти бизнесмены, но Джао оказался бы полностью разочарованным. Но подобного не произошло. Завершив приветствовать девушек, Ахтай предложил всем сесть в карету, после чего они поехали в город. Сидя в экипаже, Джао посмотрев на Лауру, спросил «Но разве за пределами божественного звериного города нет ни одного лагеря? Почему же здесь так много людей?» В ответ же Лаура улыбнулась и сказала «Раньше было иначе, но сейчас все больше и больше людей приходит в божественный звериный город и поэтому зверолюди позволяют им открывать магазины за его пределами. Раньше и мы могли рассчитывать только на подобные, но теперь благодаря клану Марки у нас есть свой земельный участок за городскими стенами». Джао кивнул и уточнил, есть ли разница, где находится магазин. В городе или за его пределами? Лаура улыбнулась, а затем ответила «На самом деле, большой разницы нет, в городе нет домов, так как большинство людей живут в палатках, тем не менее, земля в городе также вымощена кровью и костьми магических зверей, а племена, что имеют свое представительство в городе гораздо могущественнее тех, что ставят свои палатки снаружи». Услышав это, Джао кивнул. К этому моменту экипаж уже въехал в город. Когда Джао посмотрел на окружающий его пейзаж через окно кареты, то понял, что божественный звериный город действительно отличался от внешнего мира. Существовало всего несколько домов созданных из глины, крови и костей, но возле них стояло слишком много охраны, поэтому маловероятно, что в них кто-то живет. Что же касается палаток, то они оказались очень большими и выставленными очень близко друг к другу. На занавесках этих палаток написаны названия магазинов или дан перечень услуг, что предоставляет та или иная фирма. Но все довольно просто и нет ничего особенного. Мгновение спустя карета остановилась у палатки, на которой было написано магазин Бианана. Когда Джао увидел эти слова, он не мог не расчувствоваться. Этот цветочный магазин Бианана был создан кланом Марки, но глава клана Будда посчитал, что им необходимо создать свой собственный. Возле палатки стояло несколько человек с огромными крепкими телами, правда не такими большими как у Ахтая. Ахтай спрыгнул с экипажа и обращаясь к ним произнес, вы оба сейчас же помогите разгрузить карету, а также распорядитесь насчет еды и напитков для юного мастера и юной леди. Эти двое тут же подчинились, но так и не поприветствовали ни Джао, ни Лауру. Видя это Ахтай смутился и закричал, да, когда же вы наконец научитесь вести себя, а затем он обратился к Лаури и Джао, мне жаль, но похоже у этих детей как не было хороших манер, так и не будет. Но я все же прошу, простить их за это. Впрочем, Джао не стал заострять на этом внимание, не стоит так беспокоиться, уверен в будущем они всему научатся. Ахтай услышав это вздохнул с облегчением и пригласил всех войти в палатку. Когда же они оказались внутри, Джао попросту застыл, ведь в палатке все было точно так же, как и в обычных магазинах Лауры. Фактически мебель использовалась одна и та же. Хотя имелось поразительное различие, единственным оставшимся в наличии товаром являлось фруктовое масло. Увидев куда все смотрят, Ахтай смутился и сказал, юная леди, извините, но еда и овощи полностью проданы. Лаура улыбнулась и сказала, это не имеет значения. Давайте просто немного передохнем. Видите нас туда, где вы живете. Я помню, что жарко и ваши супруги очень ароматные. Услышав это, Ахтай с улыбкой сказал, ах, молодая леди еще помнит. Моя жена хотела вас встретить, но оказалась слишком занята. Молодая леди, молодой мастер, прошу следуйте за мной. После этих слов несколько человек вышли через задний проход палатки. За огромной палаткой оказался большой двор с несколькими шатрами поменьше. Два сына Ахтая как раз разгружали здесь же экипаж, на котором они приехали. Ахтай привел Лауру прямо к палатке, что стояла посередине, а затем он просто подошел к входу, так как занавес уже был открыт. Затем из шатра вышла высокая женщина. Ей на вид было около 40 лет, как и мужчины она носила одежду из кожи. Стоит отметить, что хотя на ее лице появились морщины, женщина выглядела все еще весьма привлекательной. Увидев Лауру, она тут же подошла к ней и посмотрев на нее некоторое время, сказала, молодая леди выросла. Безусловно это просто прекрасно, но тем не менее слишком быстро. Кажется прошел всего миг с нашей последней встречи, а вы уже вышли замуж. Как же жаль, что я не видела этого. Лаура улыбнулась и сказала, тетя, как прошли для тебя эти годы. Надеюсь дядя Ахтай тебя не задирал? Женщина взглянула на Ахтая и застонала. Можно подумать, он бы осмелился. Хорошо, моя юная леди, пойдемте внутрь, я приготовила много вкусной еды. Затем они зашли в палатку. Джа отметил, что супруга Ахтая разговаривает с Лаурой без особой вежливости. В то время как в голосе девушки явно прослеживалось уважение к этой женщине. В это же время супруга Ахтая посмотрела на главу клана Будда, произнесла, ах, я безумного рада увидеть господина Джа, можете называть меня супругой Ахтая. Ох, господин, пожалуйста, присаживайтесь. Джа с горечью усмехнулся и сказал, спасибо, но пожалуйста, называйте меня молодым мастером. Услышав это, супруга Ахтая произнесла, хорошо, если вы так хотите, я буду звать вас молодым мастером. Внутри палатка выглядела точно так же, как все шатры зверолюдей. За исключением некоторых вещей, которыми в основном пользовались люди, а не обитатели прерий. В середине палатки вместо огненной ямы стояла магическая печь, рядом с которой уже лежало нарезанное ломтиками мясо, а некоторые блюда уже были практически готовыми. После того, как супруга Ахтая поприветствовала остальных девушек, все расположились на ковре, и женщина принесла им киджи, а затем сказала, обращаясь к Лауре. Молодая леди, пожалуйста, подождите некоторое время. У меня еще два блюда требуют внимания, но это не займет много времени. Лаура кивнула, а сам Ахтай пошел помогать своей жене. Джа выпил киджи и, посмотрев на Лауру, спросил. Лаура, ты, похоже, хорошо знакома с Ахтаем? Лаура улыбнулась. Я не только знакома с Ахтаем, но и с его супругой. Ахтай был охранником моей матери, а тетя ее личной горничной. Они буквально видели, как я росла. Глава 522. Четыре племени. Услышав это, Джа кивнул и сказал. Тогда совершенно неудивительно, что они оба так относятся к тебе. Лаура улыбнулась и сказала. На самом деле, дядя Ахтай не подходит для ведения бизнеса. Он слишком грубый, но зверолюди любят прямолинейный подход без расшаркивания. А также они уважают настоящую силу. Но дядя такой человек, что всегда строго соблюдает разницу в статусах и не разрешает мне называть его дядюшкой Ахтаем. Услышав это, Джа улыбнулся, а затем посмотрел на двух супругов. Миган тоже так поступила, а затем спросила у Лауры. Мне кажется, Илья Ахтай немного побаивается своей жены. Лаура посмотрела на мужа и жену, а затем улыбнулась и сказала. Безусловно, но лишь потому, что очень сильно ее любит. Ранее из-за его внешности он никогда не осмеливался сказать ей это. Так что тете пришлось брать инициативу в свои руки, чтобы он женился на ней. Естественно, дядя был просто невероятно счастлив. С тех пор он очень любил ее до такой степени, что делает все, что она ему скажет. Мэг же вздохнула и сказала, наверное, для них очень трудно жить в таком месте. Скорее всего им потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к законам прерии, но теперь хотя бы понятно, почему их внешний вид так сильно адаптировался. Лаура кивнула и вздохнула. А кто сказал, что это не так? Когда я хотела отправить людей в прерии, чтобы заниматься бизнесом, то долго не могла найти подходящего человека, и тогда они сами взяли на себя инициативу. Естественно, я не хотела их отпускать, но не могла противостоять их постоянно повторяющимся просьбам и, наконец, согласилась. В это время Ахды и Ахыр также вошли в палатку. Когда Ахтай увидел их, то тут же громко и грозно произнес, вы, два миленьких ублюдка, как вас только угораздило не поприветствовать молодую леди и молодого мастера. А ну немедленно сделали это. Двое молодых парней кивнули и подошли к Лауре, а затем поклонились ей и Джаа. Девушка посмотрела на них, улыбнулась и сказала, Ахды, Ахыр, рада снова видеть вас, но во время нашей последней встречи вы же не были такими высокими. Ахды улыбнулся и сказал, Ах, юная леди, в последнее время мы очень много ели, поэтому очень сильно выросли. Услышав это, Ахыр отчаянно кивнул, а Джаа, посмотрев на них, просто не мог не рассмеяться. Эти два человека действительно были ему весьма симпатичны. В это время Ахтай подошел и сказал, молодая леди, молодой мастер, еда готова, давайте поедим. Лаура и Джаа кивнули, а затем встали и подошли к магической печке. Эта магическая печь была спроектирована в соответствии с жизненными привычками обитателей прерии. В середине печи имеется массив для нагрева, а вокруг него широкий каменный обод, который можно использовать в качестве стола. Сейчас на раскаленном центе стола жарились кусочки мяса и различные тонко нарезанные овощи. Глядя на все это, Джаа даже почувствовал, словно вернулся на землю и сейчас собирается поесть барбекю с друзьями. После того, как Ахтай попросил их сесть, Ахда тут же принес вино. На этот раз они пили красное вино. В это же время закончило готовиться мясо, аромат которого уже и так витал в палатке. Затем Ахтай поднял свой бокал с вином и сказал, юная леди, молодой мастер и вы милые дамы, я не присутствовал на вашей свадьбе. Но позвольте мне сегодня выпить за то, чтобы ваша семейная жизнь сложилась как можно лучше. Джаа быстро поднял свой бокал и улыбнувшись ответил, благодарю вас за столь теплые пожелания, и пусть в вашей жизни так же все будет хорошо. Затем несколько человек выпили вино. В это время Ахтай снова поднялся, чтобы налить всем вина, но Джаа поспешно остановил его, а затем, взяв бутылку с напитком, сделал это сам. После чего, подняв свой бокал, произнес, позвольте этим бокалом поблагодарить вашу семью за долгие годы, неустанной работы. Никто не смел ничего добавить, поэтому все просто осушили свои бокалы. Затем уже Лаура наполнила бокалы и сказала свой тост. Стоит отметить, что к этому моменту никто ничего даже не пытался попробовать съесть. Джаа в последнее время довольно часто пил со зверолюдьми, поэтому у него появилась подобная привычка. Что уж говорит об Ахтае, который жил в прериях уже довольно длительное время. После трех бокалов вина Ахтай быстро сказал, «Юная леди, молодой мастер, отведайте это барбекю, я абсолютно уверен, такого вы еще никогда не пробовали». Лаура улыбнулась и сказала, «Ну, я уверена, вкус у него столь же потрясающий, как и аромат». После этого все, используя вилки с двумя зубцами, стали разбирать жареное мясо и овощи, перенося их себе на тарелки. Джаа тоже взял кусочек мяса, а затем съел его. Этот жареный ломтик был очень большой и очень толстый. Вот только хотя он уже давно готовился, мясо не подгорело и оставалось сочным и нежным. Поэтому вполне естественно, что глава клана Будда сказал, «Это очень вкусно, вы действительно очень хорошо приготовили его. Если вы откроете ресторан в любой из шести империй, то никогда не разоритесь». Как только супруга Ахтае услышала это, то, улыбнувшись, произнесла, «Молодой мастер, если вам действительно понравилось, то, пожалуйста, берите еще». Несколько человек продолжили говорить о еде. Хотя Ахтай больше ел, в то время как Джаа говорил и пил. Пока в какой-то момент Ахтай спросил, «Юная леди, молодой мастер, по божественному звериному городу ходят слухи, что зверолюди готовятся напасть на империю Аксу и могут изгнать торговцев. Что вы об этом думаете?» Джаа слегка улыбнулся и ответил, «Не стоит волноваться, мы уже давно это знаем. Однако, даже если они действительно захотят изгнать торговцев, на нас это никак не повлияет. У меня в руках флаг правящего племени исполинских быков и флаг дружбы черных медведей». Ахтай кивнул и сказал, «Да, с такими флагами зверолюди не рискнут нас трогать, но, молодой мастер, я продал практически все продукты, что вы предоставили мне по довольно на низкой цене. Надеюсь, вы не станете винить меня за это?» Услышав это, Джаа засмеялся и сказал, «Нет, почему я должен это делать? Вы поступили абсолютно правильно. На этот раз я пришел, чтобы передать вам новый вид продуктов». После этих слов глава клана Будда достал плод хлебного дерева. Ранее Лаура не отправляла Ахтаю хлебные плоды, а только рис и фруктовое масло. Поэтому они видели подобные плоды впервые. Когда же Джаа рассказал Ахтаю и его супруге о преимуществах хлебных плодов, люди, что долгое время работали с обитателями прерий, не могли не знать, что именно им нужно. Они сразу же согласились, что подобный продукт станет у зверолюдей одним из повседневных элементов их жизни. Когда же они сами попробовали его и убедились, что на вкус он действительно хорош, Джаа произнес. «Эти хлебные плоды уникальный товар нашего клана Будда. Никакие силы на континенте Арк не располагают такими же, так что они наряду с предметами первой необходимости станут нашими основными товарами. Цена на хлебные фрукты в два раза ниже стоимости бамбукового риса, а цена на предметы первой необходимости должна быть чуть ниже, чем у остальных торговцев». Услышав это, Ахтай сказал, «Мастер, а это не слишком дешево?» Хлебный плод более удобен, чем бамбуковый рис, а также экономически куда эффективнее. Поэтому даже если мы повысим на него цену, зверолюди не перестанут его покупать. А если все оставить так, то, учитывая затраты на доставку, мы будем попросту терять деньги. Ахтай весьма прямолинеен, но это не значит, что он дурак. Как торговец он очень хорошо знает, насколько дорого доставить товары из шести империй в прерии. И это одна с объективных причин, почему здесь все стоило настолько дорого. На что Джаа с улыбкой ответил, «Не стоит волноваться, поверьте, мы ничего не потеряем. К тому же, такая цена на наши продукты поможет нам стать самыми крупными торговцами в прерии. Особенно, если учитывать, что после войны у нас будет гораздо меньше конкурентов». Когда Ахтай услышал об этом, его глаза засверкали, и он произнес, «Не волнуйтесь, молодой мастер, я не разочарую вас». Джаа же слегка улыбнулся, «На данный момент у нас есть клан Будда и клан Марки, так что никто во всех шести империях не захочет оскорбить нас. Однако и вам следует понимать, что мы не сможем контролировать весь рынок зверолюдей». Ахтай улыбнулся и сказал, «Не волнуйтесь, молодой мастер, я это хорошо, понимаю». А Джаа тем временем кивнул и спросил, «Насколько я понимаю, клан Марки должен был сотрудничать с несколькими племенами зверолюдей, ведь так? И сейчас мы ведь можем взять на себя эти плотные отношения?» Чаще всего большие торговцы, доставляя свои товары в прерии, сразу же передавали их конкретным племенам, с которыми они работали. Что же касается магазинов, то чаще всего они являлись просто офисами торговых кланов. Хотя не стоит отрицать и тот факт, что через них каждый год продавалось довольно много различных товаров. Ахтай кивнул и сказал, «Клан Марки вел дела с четырьмя большими племенами, продавая им еду и предметы первой необходимости. Их клиентами являлись огненные лисы, черные пантеры, гиббоны и золотые ястребы. Все четыре племени являются военными и каждый год покупают очень много еды и товаров первой необходимости. Однако у клана Марки они брали только 20% и 10% от того, что им на самом деле нужно. Когда Чжа услышал это, то просто не мог не спросить, что случилось, почему все именно так». Ахтай вздохнул и сказал, «В этом нет ничего удивительного, качество товаров клана Марки всегда было довольно высоким, впрочем, как и цена. Поэтому если бы эти четыре племени не боялись, что их могут монополизировать несколько торговцев, они вообще не стали бы ничего покупать у клана Марки. Даже в этом году, когда в прерии большой дефицит продуктов, эти четыре племени не захотели, чтобы клан Марки продал им хоть немного больше еды. Услышав это, Чжа нетерпеливо вздохнул, он действительно не мог понять, о чем думал клан Марки. Похоже они умудрились нажить себе врагов не только в шести империях, но и по всему континенту Арк. Так что, даже если бы Чжа его не уничтожил, это рано или поздно сделали бы другие». Чжа кивнул и сказал, «Тогда скажите, знаете ли вы, где живут эти племена? Если у меня будет время, я обязательно навещу их». Ахтай кивнул и сказал, «Найти их будет довольно легко, так как эти племена весьма известны. Огненные лисы – очень известные пророки зверолюдей. Они очень хороши в предвидении, но также обладают одной особенностью. Говорят, огненные лисы способны вызванные духов огня, что обладают весьма впечатляющим, атакующими способностями. Черные пантеры – умелые убийцы. Их навыки маскировки и скрытности очень сильны. Именно они во время войны с людьми наносят смертельные удары магам. Гиббоны – одна из главных атакующих сил зверолюдей. Их оружие – это парные скеметары, а их движения невероятно гибкие. Именно они лучше всех могут взобраться на крепостную стену. Золотые ястребы являются основой воздушных сил. Они не очень большие, но прекрасно стреляют из луков. Джа кивнул и сказал, благодарю за информацию. Но сейчас все равно не настало время их посещать. Битва между обитателями прерии и людьми похожа неизбежна. Вот поэтому зверолюди все равно не станут ничего покупать, так как надеются отобрать достаточно еды у людей. Не нужно волноваться. Сначала давайте просто закрепимся в божественном зверином городе. Времени у нас предостаточно, так как похоже война будет длиться довольно долго. Но как только ее пламя утихнет, мы должны быть готовы сделать свой ход. Ахтай кивнул и сказал, молодой мастер, будьте спокойны, я знаю, что нам делать. У меня были хорошие отношения с расой свиней, но сейчас они слишком далеко, к тому же, свиньи не являются военной расой. Но, работая с ними, я был готов связаться с тиграми. И если нам это действительно удастся, то никаких проблем с продажей товаров у нас больше не будет. Услышав это, Джа кивнул. Стоит упомянуть, что тигров и львов считали королевскими расами зверолюдей. У обоих имелось достаточно рабов, чтобы тигры и львы могли сосредоточиться на изучении боевых искусств. Естественно, и с деньгами у них никаких проблем не было. Поэтому если Джа действительно удастся наладить контакт с тиграми, то он всегда сможет реализовать свой товар. Глава 523. Ситуация торговцев-людей. Джа был очень доволен способностями Ахтая, вероятно, из-за его открытости, он смог не только добиться успехов в работе с обитателями прерий, но и подружиться с многими зверолюдьми. Тем не менее, Джа все еще очень хорошо понимал, что сейчас зверолюди боятся связываться с людьми. Поэтому маловероятно, что Ахтаю удастся договориться с тиграми. Тем не менее, Джа не сказал этого, иначе мог бы полностью уничтожить мотивацию Ахтая. К тому же этот человек гораздо ближе к зверолюдам, чем кто-либо другой из его окружения. Так что, кто знает, может у него действительно получится осуществить задуманное. После еды Джа не стал никуда уходить. Вместо этого он отправился в палатку, которую Ахтай подготовил для них. А супруга Ахтая принесла им чаю с молоком. Почему именно чай, а не киджа? Во-первых, они только что сытно поели, поэтому в подобном случае чай намного лучше. И, во-вторых, киджи в прерии было очень мало, так что зверолюди предпочитали именно чай. Джа никуда не спешил, поэтому с удовольствием согласился выпить чашечку чая. Но когда он сделал пару глотков, то вздохнул и сказал, как жаль, что нам так и не удалось найти чай в виде живых растений. Я действительно хочу посадить его в пространственной ферме. Услышав это, Лаура улыбнулась и сказала, брат Джа, неужели он действительно так сильно тебе нравится? Джа улыбнулся, но ничего не сказал. Он не мог рассказать Лауре. Ему нравится пить не чай с молоком, а зеленый чай. Но так как им пока не удалось найти кустов чай, то и говорить было не о чем. Более того, если ему удастся найти чай, то это означает появление нового бизнеса. Ведь немногие люди смогут устоять перед чарами чая. А вот Меган это абсолютно не интересовало. Она повернулась к главе клана Будда и спросила, брат Джа, что мы будем делать дальше? Если война действительно начнется, то мы останемся здесь или вернемся в шесть империй. В ответ Джа улыбнулся и сказал, не волнуйся, вскоре во всех шести империях станет очень неспокойно. Король империи Розы уже приказал своим людям оповестить остальные народы, что церковь света оставила зверолюдей без еды. Поэтому влияние светлых магов в империи Аксу стремительно тает, поскольку все жители этой страны хорошо знают, куда именно отправится орда голодных зверолюдей в поисках пищи. Нам же следует подождать, пока это действительно произойдет и лишь затем вернуться в шесть империй. Услышав это, Мегана задачина замерла, а затем спросила, но почему нам нужно будет вернуться именно в это время? На что Джа ответил, как только зверолюди нападут, все станет невероятно хаотичным. Поэтому мы отправимся в империю Аксу, чтобы помочь нашим союзникам, клану Персил. Их герцогство фактически примыкает к прериям, а это значит, что им явно потребуется наша помощь, чтобы пережить эти нелегкие времена. Лаура, услышав это, улыбнулась и добавила, «Я также слышала, что теперь дни клана Персил не очень хороши. В последний раз, когда мы помогли им пережить кризис, все узнали о наших отношениях, и теперь им...»